Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас уже лекция номер пять. Мы находимся на такой, скажем так, серединке нашего курса, точнее лекционной его части. Конечно же, вас еще впереди ждет много разных активностей. И тема сегодня такая. Работаем в обычном режиме. Добрый вечер всем! Вы пишете, если что, в чат вопросы, и мы отвечаем на них потом, когда у меня получается. Также не забываем о воздушных тревогах. Сейчас особо Россия активизировала, в частности, ракет. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте этим, если вы находитесь на территории Украины. Итак, сегодня лекция частично или логично является продолжением предыдущей лекции. Там, где мы с вами начали говорить о клиент-северной архитектуре. Да, просто сегодня не будет. Я забыла создать. Я сфотографировала, кто присутствует. Не переживайте, всех отмечу. А я только зашел. Здравствуйте. Нет, я еще не успела. Я на середине, посреди урока сфотографировала. Кстати, еще на первом занятии я не голосовал, не понял, зачем оно. Ну, это не особо важно, на самом деле. Ну, то есть, это чисто для меня, скорее. Это даже школа, как-то, реагирует. Так что не переживайте. Итак, сегодня мы будем продолжать говорить о клиент-северной архитектуре, в частности, пытаться разбираться с этим самым грейбоксом или о том, как работает приложение, скажем так, под капотом, чтобы мы с вами были уже квалифицированными специалистами. И тема сегодняшнего нашего занятия – это HTTP протоколы, методы, коды состояния, URL, кэш и куки. Посмотрим, конечно, сколько мы сегодня усмеем рассмотреть с этой темы, но, тем не менее, давайте попробовать. Начнем с того, что я думаю, что, возможно, вы прекрасно понимаете такой процесс работы. Мы с вами говорили на прошлом занятии про клиент, сервер и базу данных. И вот, в частности, рассмотрим процесс, вам уже знакомая формочка регистрации, на которую вы писали тестовые кейсы на первом занятии, и, собственно, в первом домашнем здании. Собственно, как происходит процесс в данном случае. Мы вводим какие-то данные в поля формочки, нажимаем на кнопочку регистрация и отправляется запрос на сервер. Собственно, передаются данные, скажем так, вместе с запросом на сервер. Сервер, в свою очередь, получая определенный запрос, кладет эти данные в базу данных при помощи SQL-запроса. База данных после выполнения успешного положения, скажем так, этих данных в базу возвращает ответ, что все было успешно. И на основании этого ответа сервер, грубо говоря, формирует ответ для клиента. А уже на основании ответа от клиента мы видим с вами на экранчике сообщения «Спасибо, что вы с нас зарегистрировались» или «Перейдите в почту и подтвердите ваши данные». Это происходит вот такой процесс клиентерного взаимодействия. Сегодня мы его рассмотрим более подробно. Начнем мы с такого понимания, как доминг и хостинг. Я думаю, что, в принципе, вы, наверное, и так часто слышали. Возможно, большинство из вас так знают это. Но для тех, кто не слышал или не знает, или путает эти вещи, давайте повторим. Что такое хостинг? Хостинг – это место, где хранятся файлы с вашим сайтом. То есть любое приложение, в частности, имеет файлы. Они хранятся на сервере. Собственно, хостинг является как таковой услугой серверных компаний, которые предоставляют вам место на этом сервере, чтобы вы могли разместить там свои файлы своего приложения. В частности, в основном мы говорим о веб-приложениях. При этом домин или доминное имя – это название вашего сайта либо вашего веб-приложения, по которому мы можем перейти, скажем так, в само приложение. Если бы не было красивого доминного имени, то мы бы с вами необходимо было бы запоминать разное количество IP-адресов разных серверов. Вот по типу, как здесь, 7.135.10.13. То есть не вбивать, например, facebook.com, переходить на Facebook, а вбивать циферки. Это намного сложнее, поэтому мы придумали, что давайте-ка эти цифры мы просто как бы будем по типу называть какими-то более приемлемыми для человека именами. И поэтому появилось такое понимание, как домин. То, куда мы вбиваем с вами адрес нашего сайта или нашего веб-приложения, называется адресная строка в браузере. Вы, наверное, все это видели, все это прекрасно знаете. Раньше адресная строка действительно существовала с точки зрения того, что вы туда могли вбить только адрес доминного имени, точнее, вашего сайта. И если вы неправильно вобьете, то, скорее всего, запрос с поиском этого сайта не сработает. Но сейчас мы знаем, что, например, в частности, во всех браузерах по типу Chrome, по типу Firefox, адресная строка является также автоматически поисковой строкой, куда мы можем вбить просто какие-то слова, даже ключевые слова, например, мобильный телефон, iPhone, iPhone, comfy по русскими буквами, оно распознает по этим ключевым словам и подбросит вам вариант подбора. Это все вы прекрасно знаете. Ну, то есть, где находится шапка браузера, все это понятно. Это просто, чтобы вы немножко закрепили это понимание. Теперь давайте разберемся с таким понятием, как URI, URI, URI. В русскоязычном пространстве некоторые люди говорят на это URI, UREN, UREL. Ну, это потому, что не очень любят правильно называть английские буквы по алфавиту. Но, в частности, более правильно, наверное, было бы все-таки URI, UAL и UAN, так как это аббревиатура. Но это очень тяжело для нашего разговорного языка, поэтому хотя бы URI давайте будем говорить. Что это такое? По обычному, простому, простонародному названию – это ссылки. Мы с вами знаем, что по факту на любое веб-приложение, то бишь сайт, нас ведут определенные ссылки. В частности, вот сайт Holiday Cash Fast. Вот ссылка, которая ведет на этот сайт. В частности, наверное, вы на некоторых сайтах видели, что есть еще такая вещь, как индекс.php, например. Это означает, что ведет на главную страничку сайта. Если же мы с вами перейдем, например, на раздел How It Works, мы с вами можем увидеть, что в адресе немножко поменялось наше отображение. У нас теперь не просто Holiday Cash Fast.com, а еще и Holiday Cash Fast.com slash How It Works, показывая, что мы перешли в другой раздел. Перейдя в FAQ, мы тоже можем увидеть, что мы перешли в другой раздел. Если бы в FAQ были еще какие-то дополнительные разделы, то, скорее всего, еще был бы слэш и еще какой-то раздел или вкладка или так далее. Так формируются вот эти вот ссылки. Что такое ссылки? По факту, ваш проект лежит где-то на сервере в виде папки. И как вы храните у себя документы, у вас, скорее всего, есть папка в папке, например, фотографии. Внутри есть лето 2010, лето 2020, а внутри еще и семья, жена, ребенок или еще какие-то другие подпапки. И мы, грубо говоря, углубляемся вовнутрь этих территорий. Получается, чтобы достать конкретную фотографию, вы понимаете, что она находится в папке фото, фото лето 2005, и еще глубже конкретная фотография, у нее есть свое имя, например, 21.png, например, или jpeg. И получается, вот этот вот путь, который прописывается к вашему этому файлу в этой папке, это называется UREI, то есть полностью путь, который ведет к ней. В частности, вот здесь все вот это, что мы здесь видим, это есть UREI. При этом UREI делится на две части. Вот эта часть, которая относится к доменному имени в основном, называется UREL. А вот этот хвостик, который показывает, где расположен тот или иной объект, это UREN. То есть если мы даже посмотрим, к примеру, ну вот тот же пример здесь с HOLDIT и CASHFAST разрисован, даже если мы посмотрим, например, тот пример со скиллапом, у нас есть доменное имя скиллап.ком и есть вот этот хвостик. Этот хвостик означает, что файлик форм.txt на сервере лежит в какой-то папке RSC. И вот этот вот хвостик – это и есть UREN, а вот эта часть – UREL. То есть таким образом UREN меняется, как правило, в зависимости от того, какой файл мы хотим посмотреть в браузере. То есть если мы переходим в какой-то раздел, то мы видим, что меняется UREN. При этом UREL остается таким же, потому что это, по факту, основное имя нашего проекта, объекта, приложения. Опросника не будет. Итак, получается, а все это вместе называется UREI. Но, конечно, в обычной жизни, на самом деле, айтишники не говорят UREI. Ну, редко встретишь кого-то, кто говорит так правильно. В основном говорят просто URLA или UREL, или UREL, ну, то есть дай мне UREL своего приложения. Ну, то есть имеется в виду даже не вот эта часть, которая положена первая, а по факту полностью от вас хотят, ваш сайт. Ну, опять-таки, возможно, будут, а возможно, действительно хотят вот эту часть, а просто потом перейдут в нужный раздел. Поэтому чаще всего мы говорим не совсем слово ссылки, а именно слова UREL. То есть линк – это, конечно, и так остается, но линк – это больше пользовательский такой сленг, или, точнее, больше объект для пользователя, ссылка. А для разработчиков, для тестировщиков это больше UREL, URA, UREL. Это если мы говорим про веб-приложения. Так, хорошо. Сегодня нам это пригодится в дальнейшем. Я не просто так об этом говорила. Итак, далее вспомним с вами, что мы на прошлом занятии говорили с вами о том, что передача данных у нас происходит между устройствами по сети. Получается, клиент – это приложение, которым вы пользуетесь на своем компьютере. Он передает данные на сервер. Сервер тоже является устройством, и чтобы передать эти данные, мы используем сеть. Как правило, глобальную сеть интернет. Передача данных в сети происходит при помощи сетевых протоколов. И мы с вами рассматривали такой протокол, как TCP-IP. Сегодня мы немножко более глубже копнем. И я расскажу вам о том, что на самом деле передача данных происходит на нескольких уровнях. Вот они. Уровень сетевого доступа или канальный, межсетевой или сетевой, транспортный и прикладной. То есть получаются вот такие примерно уровни. Мы с вами можем наблюдать, что на самом нижнем канальном уровне вот эти протоколы работают. Ethernet, Wi-Fi, либо DSL. Если мы возьмем сетевой протокол, то в основном это IP. Ну да, мы можем работать за IGMP, но сейчас в основном говорим про IP. И видим, что есть транспортный уровень, на котором работает в основном TCP. Про UDP мы сегодня тоже поговорим чуть позже. Но мы видим, что вот он стэк протоколов, межсетевым и транспортным уровнем. И вот они вместе работают, потому что этот говорит, куда отправлять, а этот разбивает на пакеты и, собственно, занимается транспортировкой. Также, смотрите, есть еще вот такой уровень, который называется прикладной. И на нем используются вот такие протоколы HTTP, SMTP, FTP. Но мы, в частности, сегодня в основном будем рассматривать HTTP, потому что именно нас он интересует. Он является как основой клиентсердного взаимодействия в веб-приложении. Поэтому вот он тоже, получается, работает при обмене данных. Просто, получается, все эти протоколы участвуют в обмене данных. Просто каждый из них на своем уровне. Кто-то обеспечивает непосредственно сигнал, да, вот этот вот на канальном уровне. Кто-то обеспечивает, например, разбивку пакетов и передачу между устройствами. А кто-то обеспечивает запросы, получение запросов от того или иного устройства и получение ответов, получается, то есть переносит эти, грубо говоря, запросы и ответы от сервера к клиенту. Получается, когда вы будете слышать о том, что при помощи чего передаются данные в системе, точнее, в сети, при помощи сетевых протоколов. Протоколы бывают просто разных уровней, вот и все. Но каждый из них выполняет свою определенную функцию для передачи этих данных. Итак, давайте подробнее рассмотрим, что такое HTTP протокол. Гипертекст, трансфер протокол, расшифровывается вот эта вот аббревиатура. Ну, опять-таки, русскоязычные люди говорят HTTP, потому что им опять-таки сложно сказать почему-то слово, букву H. Но просто привыкайте. Почему я так говорю, чтобы вы, придя в компанию, не пугались, если кто-то называет эту вещь по-другому. HTTP протокол. HTTP, наверное, даже мне сложно выговорить. Итак, изначально он нужен был для передачи HTML документов. HTML документов. Сейчас же он уже усовершенствовался. Есть разные версии этого протокола, поэтому сейчас он может передавать достаточно разные варианты документов. То есть даже файлы обычно он может передавать. У него есть такие возможности. Но сейчас мы концентрируемся больше на HTML. Что такое HTML? Это язык разметки или язык верстки нашего приложения. Внешний интерфейс любого сайта состоит из, собственно, написан при помощи языка верстки HTML. Мы с вами уже говорили об этом, когда я рассказывала про UI-тестирование. Мы видели о том, что вот тут вот в DevTool мы можем посмотреть, как наш сайтик сверстан, в каком виде он написан, какой код. Мы можем видеть, как он выглядит. Также мы можем посмотреть код страницы и можем увидеть, что наша страничка выглядит вот таким образом. Вот наши теги разные. Это все при помощи верстки. Но красивым он становится, конечно же, при помощи каскадной модели CSS стилей. Каскадная система стилей. Так вот, они работают в паре. Но изначально, когда еще не было особо таких вот красивых сайтов, но все равно HTML уже существовал. То есть мы уже видели с вами какие-то первые сайты. Были уже как бы хотя бы там поля. Пускай они были стандартные, квадратненькие, серенькие. Но, тем не менее, это уже были похожи на какие-то первоначальные приложения. Одностраничники, мы с вами помним. Возможно, новостные такие сайты. Так вот, передача вот этих вот... Чтобы мы с вами увидели сайт, нужно передать HTML-документ, который будет приходить с сервера, этот документ, и браузер будет получать этот документ и отрисовывать его в вот таком красивом виде. Эта схема сохранилась до сих пор. И до сих пор, получается, мы с вами работаем по такому же принципу. И именно HTTP-протокол обеспечивает нам получение вот этих самых HTML-документов. И уже браузер это дело все отрисовывает для нас, и мы можем с вами увидеть, как это выглядит. Помимо всего прочего, от сервера, конечно, приходит к нам не только сам HTML-документ, а также там картинки, иконки и так далее. То есть разные элементы нашего сайта. Просто браузер это все соединяет воедино и отрисовывает нам вот такую уже готовую вещь. Поэтому изначально HTTP-протокол нужен был для передачи вот этих самых HTML-документов. Потом вследствие, конечно, произошли… Ну и, конечно, HTTP работает в совокупности с TCP-IP. У этого протокола были разные версии. Была сначала 0.9 экспериментальная, потом первая версия официальная вышла, видите, в 96-м году, еще давно. Но потом очень долго была версия 1.1, большинство людей пользовались именно нею. Потом в 2015-м уже более современная версия сейчас, это HTTP номер 2. И сейчас готовится третья. Хотя, по-моему, если не ошибаюсь, возможно, она даже уже и вышла. Возможно, я давненько не перечитывала относительно новостей про HTTP. Но, тем не менее, в любом случае, этот протокол развивается. И с каждым разом он может все больше переносить разных данных и может все больше за счет того, что у нас теперь тоже и сами приложения, как вы видите, становятся более такими красочными и функциональными. При этом, как вы понимаете, передача HTML-документа происходит в более открытом виде. То есть мы видим по факту этот шифайлик. Вы можете в блокноте написать какой-то HTML-тег и сделать какую-то страничку, набросать, разместить это. И, в принципе, это все передается в открытом виде, как есть. Поэтому появилась необходимость как-то все-таки шифровать передачу данных HTTP протокола. Потому что сам по себе он как бы довольно простой и никакого шифрования не использует. Поэтому появилась версия расширения этого протокола, который называется HTTPS. Что это значит? Это не значит, что придумали другой протокол. Нет, это тот же HTTP, но буковка S в нем показывает, что протокол использует безопасную передачу данных, потому что он поддерживает технологию шифрования TLS или SSL. SSL – это такой сертификат. Его называют SSL-сертификат. Это сертификат шифрования безопасности. То есть сертификат безопасности – сертификат шифрования данных, который каждый, кто размещает свой сайт в сети, может приобрести конкретно для своего ресурса. И использовать его, то есть его механизм использовать для передачи данных. Сейчас уже каждый уважающий себя приложение или сайт использует этот сертификат, тем более, что он достаточно доступен. Вы просто подаете в центр сертификации запрос на то, чтобы получить сертификат, и получаете его. Прикручиваете его, грубо говоря, к своему приложению, размещаете его на своем сервере, и он будет работать. Как работает, какой принцип его работы, почему происходит шифрование. Например, какой-то пользователь хочет перейти на какой-то сайт. И если этот сайт использует SSL-сертификат, точнее, защищен SSL-сертификатом, то браузер посылает запрос к сайту, и в ответ сайт управляет копию этого сертификата, показывая, что у меня есть сертификат, а у тебя? Браузер проверяет у центра сертификации, то есть управляет запрос в центр сертификации, подлинный ли это сертификат. Если да, если сертификат действительно настоящий, центр сертификации подтверждает, что да, у нас по такому номеру сертификата есть ресурс, то сертификат и сайту договариваются о каком-то ключе. То есть имеется в виду как код для того, чтобы войти в комнату. Вот, например, два стука в дверь, не знаю. И оба, грубо говоря, заходят в комнату, но понимают, что эта комната безопасна для их общения. Их никто не подслушает, не перехватит и так далее. Получается, вот таким образом создается безопасное соединение. И потом по этому соединению уже передаются HTML-документы. Таким образом, конечно же, это не означает, что ваш сайт теперь обезопасен и больше никогда не может подвергнуться каким-то проблемам. Нет. Все, конечно, можно взломать. Хотя сам ключ, конечно, взломать сложно. Но я имею в виду, что можно в другом месте перехватить эти данные. Можно попробовать просто обмануть каким-то образом клиента либо сервера. Но, тем не менее, в любом случае, сама передача данных происходит достаточно безопасным способом. По крайней мере, то, что первоочередное можно сделать, для того, чтобы ваш сайт был безопасным, и никто не вмешивался в код вашего приложения, то это как бы подключить SSL-сертификат. Но, тем не менее, просто большинство людей думает, что HTTPS – это другой какой-то протокол. Нет, это все тот же HTTP-протокол, просто который показывает, что используется шифрование TRS, то есть SSL-шифрование. И мы с вами можем посмотреть, любой сайт, который не откроешь, вот этот сайт, вот здесь указано HTTPS, значит, это означает, что этот ресурс использует протокол передачи HTTP, и еще и буквка S, значит, у него он защищен сертификатором SSL. Какой у нас еще может быть? Возьмем, например, тот же Facebook. Тоже мы можем увидеть, что HTTPS. И таким образом мы можем понимать уже по этой адресной строке, какой именно протокол используют приложения. У кого еще черный экран? Нет, все хорошо. Ну, значит, возможно, Вячеслав, это что-то у вас. Итак, как же происходит сама передача данных вот этих вот самых HTML-страниц между клиентом и сервером при помощи пакета HTTP. Он называется пакет HTTP, который состоит из запросов HTTP и ответов HTTP. Запрос и ответ, коли они из одного пакета данных, по факту, да, или из одной семьи, скажем так, у них и внешний вид как бы такой же. Я имею в виду, что они похожи. Запрос похож на ответ. Это, знаете, иногда можно сравнить это, как вот это правило в английском языке, когда у тебя спрашивают do you like something, да, там, и тебе отвечают в ответ I do. Или do you want, там, I do. Да, то есть если вопрос был с do, значит, ответ должен быть do. Вот тут точно такая же, примерно такой же вариант. То есть идет запрос и примерно такой же ответ в таком же формате. Давайте же рассмотрим, как выглядит запрос и как выглядит ответ. Сегодня я в первую часть лекции буду рассказывать очень много информации, которая вам поначалу будет казаться непонятно, зачем она вам нужна. Но она нужна вам очень сильно, поэтому внимательно слушайте, из чего стоит запрос. И потом к концу занятия вы поймете, насколько вам это важно и почему тестировщикам это нужно знать. Итак, HTTP-запрос состоит из таких частей, как стартовая строка, причем она, в свою очередь, содержит метод запроса, путь или URL, о котором мы сегодня говорили, да, то есть кусочек нашей ссылки, да, URL. Далее версия протокола. Мы сегодня говорили с вами о том, что существуют разные версии HTTP-протокола. И это стартовая строка. Далее он, этот запрос содержит заголовки. Заголовки бывают разные. Что содержат заголовки? Они содержат сопутствующую информацию, которая нужна серверу, понимание, кто вообще у него что-то запрашивает, что за браузер, что за дата, с какой страны и так далее. Ну, такие вот какие-то сопутствующие вещи. Это хранится в заголовках. И, как правило, в запросе может быть тело запроса или по-английски body. То есть, соответственно, давайте по-английски тоже. Стартовая строка содержит метод URL-версию. Заголовки по-английски будут хедеры или headers. То есть, получается, тоже запоминаем, потому что, опять-таки, многие говорят именно таким образом. И тело запроса – это request body, потому что сам слово запрос по-английски звучит request. И таким образом у нас получается, что из этих частей состоит запрос. Давайте более подробно рассмотрим методы запроса. Вернемся к этому, к этому слайду чуть позже. Методы HTTP запросов. Что такое метод? При помощи метода наш сервер понимает, что конкретно мы хотим от него нашим запросам. То есть, с чем мы к нему пожаловали, что мы у него запрашиваем. Так вот, методов много, но есть основные, на которых по факту строится практически вся архитектура приложений. Первый метод – это get. Get – чаще всего запрос, который используется для получения данных ресурса или данных у сервера, когда мы что-то хотим запрашивать. Дай ко мне информацию по Васе Иванову, например. Или дай ко мне все телевизоры Samsung, которые у тебя есть. Или просто самый простой запрос – дай мне facebook.com. И сервер, получая запрос с методом get, понимает, что значит нужно пойти в папочку этого проекта, этого ресурса и отдать все вот эти HTML-файлы, которые там есть для того, чтобы браузер нарисовал вам это приложение. Это запрос get. Получается, когда мы с вами вбиваем в адресную строку вот даже вот этот вот сайт и нажимаем enter, мы отправляем get запрос. Мы даем get запрос на сервер, который нам в ответ возвращает вот такую замечательную страничку. Далее, когда мы переходим в какой-то раздел, мы тоже к этой ссылке прикреплен get запрос. Мы нажимаем на эту ссылку, говорим, а еще нам нужен раздел how it works, а еще нам нужен раздел FAQ, а еще я хочу нажать на эту кнопочку и перейду в раздел или на страничку форма. То есть таким образом, а еще я, например, классный логотип и говорю, дай мне главную страницу. Каждое наше нажатие, далее каждое наше действие это новый запрос на сервер по типу дай мне информацию вот по вот этой ссылке. Мы даем конкретную ссылку, и он по этой ссылке ищет в папочке нужную нам страничку и возвращает нам эту страничку. Какую именно ссылку, получается, разработчик прикрепляет к этому активному элементу эту ссылку, то есть по факту эту URL, 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 URL. и говорит, что вот бери вот эту вот вещь и пойди вот в ту комнату, которая расположена на третьем этаже, и оттуда возьми расческу. Вот это вот по факту прикреплено к этому разделу, и нам расческу приносят. Да вроде нет, не закрыла. А сейчас слышно что от меня? Нормально слышно, все нормально. Ага. Так. Запрос get является идемпотентным. Что такое идемпотентность? Это когда выполнение одного и того же действия может приводить к одному и тому же результату, в частности, запроса. То есть сколько бы раз мы не нажимали на how it work, запрашивая, дай мне раздел how it work, дай мне раздел how it work. В итоге мы всегда будем получать один и тот же раздел, или у нас отображаться будет одна и та же страничка. Получается, что таким образом можно сказать, что запрос методом get является идемпотентным. Следующий вид или метод называется post. Метод post используется, как правило, чаще всего для отправки или передачи данных на сервер или по факту для создания сущности. Все наши регистрационные формы, вот эта кнопочка регистрации, любая по факту форма отправки, отправить отзывы или что-то такое, все это работает при помощи post запроса. По факту мы вбиваем какие-то данные в формочку и мы хотим эти данные передать на сервер, чтобы он эти данные сохранил, потому что они нам нужны. Поэтому, скорее всего, например, появилось такое слово, post в фейсбуке, то есть размещение вот этого вашего какого-то комментария либо какой-то записи называется post от названия метода, которым, собственно, совершается отправка или как почта по-английски, как отправка почты. Получаются ваши комментарии, ваши посты, ваши фотографии, наши смс, когда мы с вами переписываемся, все это совершается при помощи post запроса. Мы это размещаем где-то на сервере, нажимая на кнопку. И поэтому по факту любая форма, содержит собой метод post. Как вы понимаете, метод post является недоимпотентным, потому что если я буду один и тот же текст каждый раз отправлять, вроде бы запрос один и тот же, запрос post с буковками ff. Но видите, каждый раз это новая сущность, и каждый раз в базе данных создается новая запись под эту сущность. Соответственно, это означает, что сколько бы раз я не отправляла один и тот же вид запроса с одним и тому же текстом, я буду каждый раз получать разный результат, разную запись с разным номером, идентификатором, грубо говоря. Поэтому он не считается недоимпотентным, является недоимпотентным, не приводит к одному и тому же результату. Что еще важно понимать? Запрос с методом get, как правило, не содержит тело запроса. Вот мы с вами тут видели, что запрос обычно может содержать тело запроса. Почему он не содержит? Потому что по факту нам не нужно тело запроса, мы ничего не передаем, используя метод get. Мы наоборот запрашиваем, дай ко мне. И вот в ответ на метод get действительно в теле ответа придет нам html-страничка, которую мы хотим получить. И уже то, что пришло в теле ответа, отрисует наш браузер, и мы увидим эту страничку глазками. При этом при пост-запросе, при методе post, конечно же, мы хотим передать наше, например, имя, фамилию, логин и пароль. Хотим передать, чтобы сервер расположил это в базе данных. Поэтому при использовании метода post тело запроса присутствует, и мы в нем можем передавать какие-то значения. По факту, get и post – это основные такие методы, при помощи которого можно написать уже приложение. Ведь если вы подумаете, то по факту у нас любые приложения состоят из того, что мы либо что-то получать хотим, найти, дай мне картинку, покажи мне, хочу просмотреть сообщение, найти телевизор и так далее. Или вообще перейти на какой-то сайт. Или же хочу сохранить в истории этот пост, эту фотографию, это сообщение, то есть, получается, отправляю данные на сервер. Или хочу зарегистрироваться, это тоже метод post. Помимо метода get и post существует также метод put. Put чаще всего используется тоже для передачи данных, как и post, но скорее больше для так называемого обновления данных. Когда мы хотим что-то обновить, по факту можно использовать метод put. В чем разница между post и put? На самом деле разница у них в так называемой цели их попадания. Если взять простой пример, предположим, у нас есть блокнотик. В этом блокнотике разные поля. Если мы будем отправлять запрос post, именно post, в котором… Да, меняем аватарку, смена пароля, но то-то по-другому немножко. Смотрите, post отправляем и говорим в нем запиши в блокнот имя Саша. Что делает post? Post – самодостаточный запрос, который может пойти в блокнотик и найти пустую строку, и, грубо говоря, записать сюда Саша. То есть создать сущность Саша и присвоить ей идентификатор 1, например. И вернуться с ответом этот запрос может, что я создал Сашу под идентификатором 1. При этом метод put подразумевает, что мы его отправляем не просто в блокнотик, а именно во строчку номер 1 и говорим «размести там Машу». И он стирает Сашу и перезаписывает туда Машу. По факту он тоже создает сущность, но для нас, для пользователей, это как бы обновление данных. То есть он просто перезаписал эти данные в системе. Но видите, он шел в конкретную точку, конкретное место. Не просто шел в блокнот и записал в свободное место какую-то вещь, а вот именно туда, именно в эту точку он перезаписал. И по факту это получается обновлением. Нет, put не обновляет страничку. Не путайте, пожалуйста. При обновлении страницы мы отправляем запрос get. Смотрите, как работает отправление страницы. По факту, да, редактирование. Когда мы хотим кнопочку «Редактировать», иногда может задержать метод put, но не всегда. Использование метода put берет на себя разработчик. То есть если разработчик хочет использовать метод put, он напишет, что редактирование страницы происходит по методу put. Например, ему подходит формат какой-то, или ему нужно именно вот этот метод использовать, потому что у него есть какие-то еще дополнительные характеристики, которые разработчику подходят. На самом деле можно и постом перезаписать данные. То есть никто не запрещает, если вы просто в то же место можете там как-то скорректировать и отправить. То есть редактировать можно и постом, но тут больше, я уже говорю, для архитектуры больше. Да, после пост, как правило, автоматически может отправиться get. Ну, как бы оно взаимосвязано, чтобы вы увидели результат. То есть когда вы видите сообщение «Спасибо, что вы зарегистрировались», это тоже выполнение запроса get, потому что мы получили эту формочку с сервера, чтобы она нам нарисовалась. Но этот запрос отправляется только в случае успешной регистрации, если мы получим от сервера признаки того, что была успешная регистрация. Если сервер скажет «Да, все круто», отправляется автоматически get запрос для того, чтобы получить эту картинку, которую мы все видим, «Спасибо, что вы знаем». например, или вход в систему. Итак, получается, что put – тоже довольно интересный метод. Эти методы используют, конечно же, разработчики, но вам нужно это просто для понимания, ну, потом поймете, зачем. к концу лекции вы поймете. Сейчас пока только пытайтесь запомнить, что такое put, get и post. Да, для API. Но про API мы будем говорить на следующем занятии, а то для вас API сегодня будет сложно. Итак, далее. Какие еще методы бывают? Помимо get, post и put, это самые основные, существуют еще также методы, методы head, delete, connect, option, trace и pass. На самом деле, вот из всего этого самый полезный может быть только head, наверное. Все остальные больше вам не нужны, вы с ними сталкиваться не будете, но это, скажем, первые 10 запросов популярных, и когда приходишь на собеседование, они знают, что по факту все знают про get и post и хотят иногда спросить про connect, про option, но я не считаю, что вам это полезно знать, поэтому мы их чисто рассмотрим, для того, чтобы вы понимали, что методов очень много, их больше, чем 10, их там, ну, в общем, тысячи, и могут даже появляться какие-то новые, чисто вот под каждый какой-то проект, но основные, конечно, вот эти get и post. Итак, head. Head работает так же, как и get. Он тоже запрашивает данные, но он запрашивает так называемые метаданные. Что такое метаданные? Метаданные – это данные о данных, или о наличии данных. Ну, например, там, файлик с фотографией – это данные, а информация о том, когда он был создан, этот файлик, там, например, это, ну, как бы, данные об этих данных, то есть, да, информация об этом объекте. То есть, соответственно, head запрашивает не сам файлик, а запрашивает только информацию о том, что этот файлик вообще существует, что он создан, какой у него вес, там, да, и так далее. В частности, когда мы можем наблюдать, возможно, использование метода head. Когда вы заходите в почту, и там, знаете, у вас светится такое, если к вам пришло письмо, в котором кто-то делал вложение, то есть, вложил какую-то фотографию или какой-то файл, и светится такая иконка, да, типа в виде файлика. Вот то, что эта иконка светится, обычно происходит при помощи запроса head, потому что она показывает, что если что, здесь есть файлик. Да, я его еще не загрузила с сервера, да, потому что я решила, что тебе слишком много информации, да, слишком тяжелым будет письмо. Но если тебе понадобится этот файлик, ты можешь на него кликнуть, и тогда отправится заброс get, который, как бы, попробует скачать этот файлик, да. Именно скачивание – это заброс get. Мы получаем данные сервера. Если вы заходите в Telegram, и, знаете, возможно, у кого-то есть такая вещь, что вы сохранили, точнее, вы сделали, вы настроили себе в Telegram такую штуку, когда фотография не отображается полностью, а вместо нее такой вот стрелочка такая, чик, да, то есть сама фотография так замылена немножко. Вот, ну, стрелочка. Опять-таки, это образ фотографии, то есть оно показывает, что если что, тут есть фотография, но я тебе ее не подгружал пока, чтобы, опять-таки, не занимать твою память и не занимать интернет. Но если тебе слишком понадобится эта фотография, ты можешь кликнуть на эту стрелочку, и тогда отправится запрос get. Получается, что метод get чисто запрашивает метод данные. Ну, даже не превью, а просто, типа, знаете, когда вы приходите к кому-то в гости, стучите в дверь и говорите, там Коля дома? Коля дома. Но Колю вы еще не видите. А вот если скажете, позовите его сюда, вот это get. А просто Коля ли дома? Вот это вот будет запрос head. При этом важно понимать, что head, как правило, не имеет тело ответа. Обратите внимание, что в случае get мы получаем тело ответа, потому что в ответе приходит HTML-страничка или какой-то объект. А в методе head, как я уже сказала, мы не получаем сам файлик или саму страничку, мы только получаем данные о ней. Поэтому, типа, есть она там или нет ее там. Поэтому получается, что как правило метод head в ответ не приходит тело ответа. Далее. Метод delete. Ну, как понятно, удаляет указанный ресурс либо удаляет какую-то сущность. Но, честно вам хочу сказать, сейчас мне кажется, что большинство приложений уже не используют метод delete вообще. Почему? Сейчас большинство приложений настроено таким образом, что данные не принято удалять из системы. То есть, если вы думаете, что вы удалили свой аккаунт, нажав на кнопочку удалить аккаунт, то это не совсем так. Вы всего лишь, вы нажали на кнопку удалить, конечно же, но в системе это всего лишь вашему аккаунту поменяли статус с активного на неактивный либо удаленный, так называемый. Зачем это делается? Ну, во-первых, потому что вы можете передумать и захотите восстановить свой аккаунт. Во-вторых, потому что, ну, наверное, это как бы очень полезно хранить данные о людях в их системах, чтобы это было, да. Соответственно, даже сообщения, которые вы удаляете, думаете, что удаляете диалог, вы удаляете и чисто просто скрываете, скажем так, их из своего поля зрения. Но это вообще не гарантия, что из базы, из системы действительно эти сущности удаляются. Возможно, они просто переходят в неактивное состояние, но сохраняются все так же. Поэтому, как правило, метод delete не используется. Использует тот же post или put, который обновляет просто статус этому сообщению либо этой сущности. И вы просто не видите ее в визуальном отображении. Но в базе она может храниться. Да, базы данных могут чистить, конечно же, за временем, для того, чтобы освобождать какие-то ваши аккаунты спустя 10 лет или 20 возможностей удаляться. Но это очень небольшой процент вероятности. Поэтому современные приложения, если вы не думаете, что вы удалитесь со всех соцсетей, то у вас не будет следа где-то в интернете. Нет, все равно где-то останется в любом случае, потому что система так настроена, что полного удаления как такового не происходит. Далее. Connect. Устанавливать туннель к серверу. По определенному ресурсу. Но вот это вот уже те запросы, которые я говорила, они больше технического характера. Они нужны для того, чтобы создать, чтобы SSL-сертификат получить, чтобы создать соединение, которое безопасно, или TSS-соединение, для того, чтобы TCP, точнее, соединение, которое можно было бы передавать данные. Вот это вот используется Connect. То есть помимо GET, помимо POST, помимо всех вот этих вещей, еще и посылаются параллельно Connect для того, чтобы установить соединение. Options используется для того, чтобы получить информацию о каком-либо методе, либо каком-либо ресурсе. В частности, очень часто используют разработчики для того, чтобы понимать, как работает, например, вот этот кусок сервера. Есть сервера, которые специально, точнее, есть сервисы, веб-сервисы, которые доступны для внешнего использования. Например, тот же Google Maps, например. Он написан таким образом, что любой сайт может интегрироваться с ним, то есть соединяться и размещать у себя на сайте эту как бы ссылку на Google Maps или там возможность виджета, который мы с вами видим. И чтобы знать, как он работает, какие методы использует Google Maps, чтобы можно было его интегрировать, то разработчики используют запросы Options, чтобы наладить этот контакт. Trace. Тоже метод, который больше нужен разработчику для того, чтобы просто посмотреть, грубо говоря, ответность этого ресурса. Сейчас, в частности, посмотреть, кто изменял страницу, какие-то там, опять-таки, сопутствующие информации, но, как по мне, не нужна вам особая информация о том, что такое Trace. Просто выполняет вызов возвращаемого текстового сообщения ресурса. И патч. Патч – достаточно интересный запрос. Он используется как Put, тоже работает с обновлением данных. Но разница лишь в том, что патч работает с фрагментальным или частичным изменением ресурса. Очень умные слова, но давайте больше подробностей. Помним с вами про блокнотик, что при помощи Put мы отправляем в конкретное место и там, получается, перезатиралась Саша на Машу. Так вот, а патч в принципе может вместо Саши не перезаписывать полностью слово, а поменять букву С на М. То есть получается как бы часть, частичная замена он может так делать. То есть если Put он подразумевает, что он полностью все перезапишет, просто на новый вариант, то здесь как раз можно делать фрагментальную замену. Это при помощи патч. И вот в этом его суть. То есть в основном он работает так же, как и Put, для обновления, но только частичного обновления ресурса. А я правильно понимаю, если человек хочет поменять возраст, например, что это через как раз патч делать? Снова-таки, это больше зависит от того, что решил разработчик. Если разработчик видит целесообразность в этом случае использовать патч, он использует патч. Если он понимает, что ему надо все равно Put использовать, то он использует Put. Там больше зависит от архитектуры. Архитектуру прописывает главный архитектор. То есть это человек, какой-то разработчик уже, который знает, как пишутся системы. Он очень опытный, с хорошими знаниями. И он говорит, значит так, ребята, мы в нашем приложении используем только Get и Post. Потому, потому и потому. Или, например, мы используем вместо вот этого Put, а вместо вот этого Патч. Понятно? И они такие, окей. Ну, типа, и вот это вот суть в том, что каждое приложение является собой какую-то уникальную архитектуру. Да, они между собой, как бы разработчики, договариваются, что давайте-ка Get это будет для получения, а Put для обновления. Но при этом ты волен, в принципе, в своем приложении для того, что ты хочешь реализовать какие-то новые вещи и не обязательно должен придерживаться каких-то четких структур. Нет, дизайнер тут вообще ни при чем. Запросами заведуют разработчики. Причем те, которые разрабатывают клиентскую часть, то есть те, которые запросы как раз пишут, это фронт-энд, это те, которые занимаются визуальной частью и запросами. Те, кто занимается ответами, то есть серверной частью и в том числе ответами, это бэкэнд-разработчики. Но они должны как бы договориться, да, а давай, если я тебе пришлю хэд, ты мне в ответ пришлешь вот это. Или не пришлешь, а просто ответишь мне, есть такой файлик там или нет. А я, если там есть такой файлик, нарисую картинку. Ну, типа вот, ну, как-то так происходит. Сейчас мы до этого дойдем. До того, как будет выглядеть ответ. Так. Итого. Что важно понимать еще? В интернете есть одна статья, которая рассказывает о том, что такое get, post, put и так далее. Она на русском и есть даже, по-моему, английские ее интерпретации. Но это было такое, что кто-то написал одну статью, кто-то ее прочитал и все размножили каждый свой блог или какой-нибудь там паблик. И размножили с ошибкой, точнее, с очень такой большой неточностью. В этой статье написано, что get и post или post и put отличаются тем, что put передает больше данных или может передавать больше данных. Вот так написано на этом ресурсе. И потом на собеседование приходят все студенты или кандидаты и все, как один, отвечают именно, когда у них спрашиваешь, чем отличие post и put. Они говорят, что put передает больше данных. На самом деле, это не совсем так. Точнее, не о том речь. Post и put могут передавать большое количество данных оба. То есть, не означает, что put круче, чем post. Просто, как раз, если сравнивать put и patch, то да, действительно, put может передавать больше данных за счет того, что patch это фрагментальная замена. То есть, мы частично заменяем ресурсы, поэтому ему не нужно передавать больше данных. А put, как бы, это полное обновление, например, записи какой-то текста или сущности. Поэтому put, вполне возможно, может передавать больше данных, но по сравнению с patch только всего лишь. Но это не значит, что put самый всемогущий метод и может все в мире. Поэтому снова-таки обращайте внимание на то, что вы читаете и анализируете с точки зрения вещей. Почему больше? Patch меньше, чем put. И что, что он ускоряет прохождение запросов? Причем тут скорость. Ну ладно. А, ну система может работать быстрее. Мы сейчас говорим об объеме данных, которые могут передавать эти запросы, не о скорости работы. Итак, и еще такой момент. На самом деле, когда вы общаетесь на собеседовании, тоже нужно быть аккуратными с точки зрения того, что, как я уже сказала, каждая архитектура подразумевает свои использования методов и для своих целей. Если вы скажете, что get используется для получения данных, а post для отправки данных, то могут у вас, как бы, ну словить вас там на слове и начать немножко на вас давить с точки зрения ага, а знаете ли вы, что get может тоже передавать некоторые данные. И вот тут вы скажете, ой, нам это не рассказывали, все, я посыпался и так далее. Или в частности, что post не только передает данные, но и как бы создает сущности, или создает какие-то вещи по факту своей передачи данных. Поэтому вы должны аккуратно иметь дело со словами и говорить о том, что get чаще всего используется для запрашивания ресурсов либо данных. Когда же get может передавать данные? Ну, это не в прямом смысле передавать, имеется в виду прямо на сервер. Хотя такое тоже в принципе бывает. но бывает такое, что он может передавать действительно данные при помощи так называемых get параметров. Смотрите, обратите внимание, когда я перехожу на вкладочку get started, я перехожу на страничку форма. Ну, то есть адрес остается тот же, и у меня есть соответствующие поля. Сумма, тип, цель моего кредитования и e-mail. На главной странице у меня есть вот такая форма. На ней тоже расположена сумма, я могу выбрать сумму и могу ввести какой-то e-mail. Нажимая на кнопку get start, я перехожу тоже на вкладочку форма, ну, точнее, на страничку форма. Но посмотрите, после знака вопроса пошли дальше так называемые get параметры. loan amount 700 и e-mail, такой же, который я указывала, только в процент 40 заменяет значок собачку, ну, чтобы в адресной строке все было нормально. И посмотрите, что на этой страничке есть соответствующие поля, которые подставляются эти значения. Таким образом, по факту получилось, что мы с предыдущей страницы holidaycash.com главной индекс страницы на страницу форм передали данные, которые там ввел пользователь. То есть, мы их передали и положили в соответствующие поля. И передали им их при помощи так называемых get параметров. Призваны для того, чтобы пользователь по 100 раз не заполнял эти вещи. При этом, я могу поставить знак ampersand. И посмотрите, здесь разные поля. Например, в частности, есть поле zip code. Я могу добавить слово zip равно 90210. И сейчас, если нажму кнопочку enter, по факту, я снова отправляю get запрос, но только уже говорю на страничке форм, положи еще и кроме этих значений zip 90210. И мы видим, что заполнилось поле zipa. А это поле связано с этим полем, то есть, оно сразу подтягивает, что это Беверли-Хиллс, Калифорния. Таким образом, в частности, мы по факту тоже передаваем данные с одной странички на другую. Да, это не напрямую на сервер в данном случае, а просто передача между страницами, но тем не менее, тоже как бы мы и запросили, то есть, в этот момент мы запросили страничку, но и положили в соответствующие поля какие-то значения. Смотрите, в том-то и дело, что вот это не форма, это просто кнопка, которая ведет в другой раздел. То есть, кнопка, которая с постом, это так называемая результирующая кнопка, это вот это, submit. Вот эта кнопка отправит вот эти данные и, скорее всего, методом post. А в данном случае переход по разделам это просто get, потому что мы каждый раз, просто она нас ведет по определенному адресу, мы просто переходим и получаем ту или иную страничку. То есть, на сайте все взаимосвязано. То есть, у нас есть раздел, у нас есть меню, и в этом меню разные get-запросы. Кликая на какой-то пункт меню, нас ведет на другую страничку при помощи get, потому что мы хотим ее получить, чтобы ее увидеть. На этой страничке тоже есть какие-то кнопочки, которые могут ввести в другую страничку, тоже при помощи get. А вот если мы хотим передать какие-то данные, то есть, мы заполняем какие-то свои личные данные и хотим их как бы увековечить в системе, это метод post. Ну, в принципе, вам не нужно знать, какие get, какие post. И тут суть не в том. Тут больше как бы вопрос вообще понимания вами, что такое методы. Да, применение фильтров, когда вы на розетке или в интернет-магазине убиваете какие-то категории, по факту вы просите дать вам страничку с вот такими параметрами. И эти параметры потом по этим параметрам в базе данных находятся соответствующие для вас телевизоры, Samsung, например, какой-то диагонали. И при этом еще и находят их картинки в системе, то есть, в файликах, чтобы вам отобразить еще фотографию этого телевизора. И все это вам приходит по запросу get, как правило. И так. Хорошо. Это пока мы поговорили про методы. Теперь давайте далее. Мы помним с вами, что запрос состоит вот, что-то меня сегодня подгружает, метод, потом, собственно, путь, по какому пути мы хотим получить какую-то сущность. То есть, например, страничку там такую-то мы хотим получить по адресу такому-то. И вот этот путь указывается. Ну и версия протокола больше такая информация для того, чтобы наш сервер понимал, какую версию, по каким правилам мы работаем именно данный этот запрос. То есть, потому что в версии протокола хранится информация о том, в какой последовательности, что обрабатывать, передавать и так далее. Это такая стандартная процедура, скажем так, как инструкция для работы нашего HTTP протокола. Далее, заголовки или хедеры. На самом деле, учить заголовки или заучивать вам не стоит. В принципе, особо работать с ними вы не будете. Вы просто должны знать, где они находятся и что они такие есть. А содержат они просто сопутствующую информацию, как я уже сказала, например, там соединение стабильное или какая-то дата, или, например, есть юзер-агент, это прописывается, например, там браузер, с которого вы заходите, либо та сущность, по которой вы заходите. Язык, например, возможно, формат передачи и так далее. Вот эти вещи могут прописываться в заголовках, и это нужна информация больше для сервера, и в частности, для браузера, чтобы они могли обмениваться между собой какими-то сообщениями. Как и версия протокола тоже нужна для этого обмена запросами. То есть основное, что это метод и путь, это то, что вам нужно понимать из запроса. Итого, пример запроса. Посмотрите, вот запрос get, дальше у нас пошел путь, только именно urn, то есть хвостик, хвостик этого пути, то есть дай мне страничку network, которая находится в разделе курсы, версия протокола, а вот тут в заголовке указан доменное имя нашего ресурса, skillup.com и как бы браузер потом просто понимает, что у этого ресурса нужно перейти в раздел курс network, не браузер, а сервер, точнее понимает, и достали туда все HTML-странички. Ну, а вот это вот user-agent, accept, connection, это все пошло уже как бы сопутствующая информация. Тело сообщения отсутствует, так как это get запрос, мы просто просим, мы подошли к киоску, стучим в окошко, и говорим, дайте, пожалуйста, Coca-Cola. Мы пока деньги не даем, мы только просим, и нам дают Coca-Cola. Так. Далее, ответ, конечно же, от сервера должен при следствии выполнения им каких-то действий должен прийти ответ как результат выполнения. Ответ HTTP тоже содержит определенный формат, примерно такой же, как и запрос, только тут нет метода, тут тоже есть версия протокола, может отличаться, может быть, такой же. и код или состояние, код состояния, то есть по коду состояния мы понимаем, выполнился ли запрос успешно или нет. И, конечно, тоже приходят заголовки. Обычно либо такой же набор заголовок, либо могут немножко отличаться заголовки, но тоже запутствующая информация, как правило хорошего тона, чтобы это тоже была вещь. И, конечно же, версия протокола зависит от того, какую использует ваша архитектура приложения. И, конечно же, тело запроса, то есть тело запросов, тело ответа, прошу прощения, тело ответа приходит. И в нем, как правило, содержится либо какая-то информация, либо сама с темой страницей. тело ответа по-английски звучит как response body, то есть response – это ответ, request – это запрос, response – это ответ. Поэтому очень часто в этих компаниях могут спросить или там ваш начальник может спросить, что было в response или что было в ответе сервера, получается, то есть что было в теле ответа. Коды состояния. Коды состояния делятся на пять групп, и каждая группа что-то означает. Коды состояния, которые начинаются на единичку, это 100, 101, 102, 103, 104, так до 199, это так называемые коды информационные. То есть это означает, что от сервера иногда просто приходит какая-то информация. То есть не конкретный результат, выполнился запрос или не выполнился, а есть какая-то информация, которая нужна просто для по типу подождите немножко ее обработка, вот эта вот вся вещь и так далее. Вот это просто код состояния, который начинается на единичку. Коды состояния, которые начинаются на двоечку, называются коды успеха. Как правило, это когда сервер действительно выполнил все, что от него просили, то есть запрос прошел успешно, выполнился успешно. И вот как раз в ответ приходит 200-й код. Как правило, самый распространенный именно 200, то есть ок. Но также любой код, который начинается на двойку, 201, 202, 203 и так далее, и тогда 299 тоже означает в принципе все хорошо. Просто единственное, что иногда некоторые коды нужны, ну не 200, например, 201, в частности, опять-таки, зависит от того, как разработчик запрограммирует. То есть, например, клиент говорит, у меня тут есть пользователь, Саша Ломова. Размести его данные у себя в системе. Сервер получает эти данные, кладет их в базу данных. Если база данных нормально положила, ответила ему успешно, то сервер в ответ говорит, окей, я положил. Но также, если разработчик запрограммировал, то сервер может ответить, окей, я создал. То есть, и то, и то будет правильно. Просто, почему так происходит? Ну, возможно, в системе проще, например, чтобы клиент понимал, когда происходило создание, когда запускается механизм отображения сообщения успешно созданного. А возможно, нужен механизм просто окей, когда просто ваша страничка скрывается в формочку и все, и ничего такого больше не отображается. Это тонкости, но просто вы должны понимать, что в любом случае начинается на двойку код успеха. То есть, когда сервер и запрос ваш выполнен успешно. Далее, коды состояния начинаются на тройку. Это, как правило, коды перенаправления. То есть, когда совершается перенаправление ресурса, например, 301, 302 и так далее, это все коды перенаправления. Например, когда клиент отправляет запрос на сервер, а на сервере временно размещен код, что в случае, если по такому-то адресу придет запрос, перенаправь его на другой адрес. Ну, возможно, пока этот сервер, там, ведутся какие-то работы плановые. И как бы сервер как бы перенаправляет спокойно, возвращает клиенту страничку, то есть, пользователь ничего не замечает, но сервер как бы говорит клиенту, ты, если что, знаешь, что было перенаправление. То есть, я получил, я точнее, html-страницу тебе отдал не по адресу network.com, а отдал по адресу network1.com, например, потому что было перенаправление. Но это когда перенаправление как бы указано на сервере, то есть, когда заранее это все прописано. Ну, просто вот такая вот ситуация, что произошло, перенаправление. И вот теперь самое интересное. Коды состояний, которые начинаются на четверку и пятерку, это называется не просто коды состояний, а ошибки. Собственно, те, которые начинаются на четверку, называются клиентские ошибки. И мы с вами знаем, наверное, уже даже из обычной жизни, да, 404, not found, это самая такая распространенная и та, которую, возможно, вы часто видели, это та самая клиентская ошибка, которую мы с вами видим. Что такое клиентская ошибка? Это значит, что ошибка допущена на стороне клиента. То есть, получается, то приложение клиент, которое генерирует запрос, значит, что-то неправильно сделало. В частности, 404, not found, означает, что когда разработчик, frontend, написал какую-то кнопочку и к ней прикрепил, например, get-запрос. А в get-запросе прописал, дай мне по адресу, дай мне по адресу страничку, да? Он написал это, прикрепил кнопки. Пользователь нажимает на эту кнопку, получается, отправляет запрос get, где указана адрес how it work. Сервер, в свою очередь, получает этот запрос, ищет в своей папочке файл, который называется how it work и не находит его, потому что у него, допустим, в системе значится файлик, который называется how it works. Всего лишь одна буква, которую разработчик случайно не дописал, привела к тому, что сервер, в данном случае у меня две, не нашел, например, этот файл. И, конечно, сервер в таком случае говорит не нашел и отвечает именно ошибкой 404 not found. Если сервер не нашел этот файлик, соответственно, HTML документ не пришел к клиенту, и клиент не может вам отрисовать эту страничку, поэтому вместо этой странички вы на экране видите not found, страничка not found, не найдена, или просто белая какая-то, и так далее. Получается, что виноват именно клиент, потому что клиент указал неправильное имя ссылки или URL, или URL, неправильно обозвал ее, потому что сервер не смог найти. Либо же вот так ошибся одной буквой, либо вообще такого просто файла нет в системе, то есть такой картинки. В частности, очень часто, когда вы, например, на экране, точнее, на сайте не видите какой-то картинки, вместо нее видите какой-то поломанный файлик, или просто какую-то заглушку. Это означает, что просто эту картинку не разместили в основном файлах проекта. И как бы сервер просто не может ее отдать, потому что ее там нет, а клиент как бы запрашивает ее. Да, получается, тогда у нас отображается 404 not found. Если у нас отображается код 400, это bad request. Это когда сам запрос сформирован неправильно. Например, там какая-то неправильная версия протокола, либо какого-то заголовка не хватает. То есть в целом запрос составлен неверно. Опять-таки ошибка клиента, потому что именно клиентская часть неправильно составляет запрос при нажатии на кнопку. Сервер, получается, получает этот запрос и не понимает, что от него хотят. И в таком случае, когда он не понимает, он просто отвечает better quest, переделай запрос, и на то я тебя не понимаю. Ну, а соответственно, вы, опять-таки, пользователь ничего не видите в итоге, потому что не получился HTML документ или какой-то другой документ в ответ на этот запрос. Ну, и как бы ряд других. Unauthorized, forbidden, conflict, это все запросы, когда используются какие-то дополнительные токены для того, чтобы войти в систему, например, токен авторизации, например, если мы пытаемся зайти, или точнее, нажимаем на кнопку и пытаемся забрать файлик, для которого нужен токен авторизации, то нам сервер говорит, без токена мы тебе этот файлик не отдадим, ты не авторизован, до свидания. И выдает 401 код ответа. И так далее. То есть получается, любые коды, которые начинаются на четверочку, это все виноват клиент. И это все баги. То есть вы на такую вещь оформляете баг репорты. Как оформлять, чуть позже расскажу. Ошибки сервера. Начинаются на пятерочку. Как правило, самая распространенная 500-я internal server error, внутренняя ошибка сервера. Это происходит, когда ошибка допущена на стороне сервера. На сервере расположена программа, то есть файлики с кодом написаны. Если разработчик допускает в этом коде какую-то ошибку, это приводит к сбою сервера. Сервер – это обычная машина. Может быть, кто-то из вас еще в школе писал какие-то хотя бы простейшие программы, и вы видели, что вы написали какой-то код, объявили переменную, что-то сделали, запускаете это приложение, она раз и не дошла до выполнения успешного, не написала вам спасибо или не вернула функцию, а просто упала. Вот это и происходит, когда код как-то написан неверно. Этот код вы запускаете за опросом. То есть вы говорите, зарегистрируй мне пользователя с именем Анна Мария. И полетело это значение Анна Мария. А, например, здесь прописано, что эти значения нужно вставить в таблицу user. Кодом прописано, что в случае, если тебе придет запрос пост с registration URL, вот этим регистрационным, на регистрационный URL, тогда пойди в табличку user и положи это значение. Сервер пытается положить значение в базу данных в табличку user, а база ему говорит, а у нас такой таблицы нет, у нас есть табличка, которая называется users. И, конечно же, когда он не получается у него до конца выполнить это все дело, он просто от беспомощности падает. И в ответ отправляет крик о помощи, то есть 500-й код, показывая, что я сломался. Именно на этом этапе. Мы нажали на кнопку регистрация, а в ответ получили 500-й код, который показывает, что сервер в этом части приложения недоступен. То есть неправильно работает. Это означает, что было допущено в коде ошибка на серверной части. И 500-я ошибка это очень плохой знак. То есть это очень строгий и критичный пак. Потому что любая 500-я это потенциальная уязвимость вашего приложения. То есть получается, что мало того, что функция не выполняется, например, регистрации, переходов, открытия чего-то, так еще и получается, потенциально означает, что если сюда хакеры будут как бы бить в эту слабую точку, то просто положит вам сервер навсегда или на какой-то период времени, и это как бы очень плохо. Поэтому ваша задача, конечно, как тестировщика, отлавливать такие вещи и в то же время понимать их критичность. Да, в третьем домашнем задании в том приложении, вот этот тот, который, интернал сервер, на который вы все жаловались и говорили, что это за сообщение такое вылазит, это и были 500-ые ошибки. Но вы еще об этом не знали, поэтому это нормально. Конечно же, любой код ошибки, там 501, 52 и так далее, это все плохо, но честно, в итоге, в реальности я встречала в основном только 500-ую, несколько раз видела 520-ую, но это самая страшная ошибка, потому что она как плавающая, она может то воспроизводиться, то не воспроизводиться, она происходит в очень редких случаях, это когда, знаете, раз в 30, не знаю, месяцев сервер на секундочку может там что-то как-то переключиться, и в этот момент приходит запрос, и как-то не успевает этот запрос, в общем, как-то это обработаться, и сервер такой, не знает, что им делать, какой сервер работает в тот момент, и вылазит такая неизвестная ошибка, и ты потом очень долго сидишь и мучаешься, и думаешь, как же я ее получил, вот, поэтому тут такой момент, но вот в основном был 502-ая, точнее, 500-ая и вот 520-ая, то, что встречала в жизни, вот 501-ую редко, даже если я встречала 501-ую, то это как правило было просто, что я что-то неправильно настроила в приложении, и оно выдало такую вещь, то есть больше по моей вине, такое бывает. Вот состояние 418, это звучит как я чайник, по-английски I'm a teapot, но тут больше в понимании, что я чайник, а не кофейник, то есть я не могу налить тебе чаю, точнее кофе, потому что я чайник, а не кофейник, и эта ошибка возникает и ссылается на гипертекст кофе под контрпротокол, гипертекстовый протокол кофейников, который был первоапрельской шуткой в 98-м году, то есть, как вы понимаете, такого протокола кофейников не существует, то есть гипертекст кофе под контрпротокол не существует, это просто действительно первоапрельская шутка, такой код есть, но он является как бы шуточным кодом 418, который говорит о том, что я чайник, а не кофейник, Но просто иногда могут на собеседовании с вас пошутить немножко и спросить, за что отвечает 418-й код. И вы будете сидеть и долго себя винить, что вы не выучили все коды. Так, пока вопросы есть. Итак, зачем мы это учили, зачем мы это рассматривали с вами? Давайте теперь перейдем к примерам. А именно, например, на примере нашего Holiday Cash Fast. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, у нас есть специальный потрясающий инструмент, Developer Tool, который мы открываем. И здесь есть отличная вкладка. Ой, да что ж я вечно промахиваюсь. Здесь есть отличная вкладка, которая называется Network. И теперь после сегодняшнего занятия я надеюсь, что вы всегда будете пользоваться этой вкладкой, потому что она очень полезна. И когда вы будете тестировать приложение, всегда открываете ее. Далее желательно нажать вот здесь галочку один раз, и потом она запомнит на всю жизнь. Preserve Log. Это чтобы постоянно фиксировалось, что происходит с вашим приложением. Далее. Мы с вами нажимаем обновить. Обновить – это все равно, что еще раз отправить Get-запрос, дай мне страничку Holiday Cash Fast. И давайте посмотрим, что произойдет. Итак, мы видим нашу страничку в таком же виде, то есть она просто обновилась, все то же самое. Далее мы смотрим, что здесь происходит. Мы видим здесь разные вещи, которые вам покажутся страшными, но со временем вы к ним привыкнете и будете в них разбираться хорошо. Начнем с того, что основной запрос по получению этой странички был вот этот вот, самый верхний. Он так и назывался. Holiday Cash Fast.com. И вот здесь мы видим статус 200. Если мы класснем на эту строчку, то мы сможем увидеть эту вещь очень… Да, было лучше почистить, конечно, но потом расскажу. Итак, мы можем увидеть вот здесь вкладку «Header». И где здесь мы видим? Вот «Request URL», то есть URL запроса. Вот он наш Holiday Cash Fast. Метод «Get». Статус ответа на запрос 200, то есть успешный. Ну, а дальше пошли заголовки. Вот они. Заголовки ответа обязательно. И заголовки запроса. А вот тело ответа. То есть вот нам на запрос «Дай нам страничку Holiday Cash Fast», вот у нас пришел ответ от сервера. И посмотрите, он пришел в виде HTML-документа. И наша страничка, если бы мы выполнили только этот запрос, выглядела бы вот таким образом. Вот это стандартная HTML-верстка. Вот так она выглядит. То есть нет никаких картинок, там жирности и всего прекрасного. Просто вот это чистая HTML-верстка. А всю вот эту красоту, которую мы с вами видим, они приходят отдельными запросами. То есть сначала вот логотип пришел. Тоже видите? Только видите, запрос был Holiday Cash Fast, папочка Imagine, logo PNG. Тоже Get запрос. На данном случае подгрузилась из кэши, но потом поговорим об этом. Тоже статус 200. И мы видим, что тела ответа как бы в данном случае нет, потому что пришла именно картинка. И вот она разместилась вот сюда. Далее вот эта иконка пришла отдельно. Вот эта иконка тоже пришла отдельно. В общем, мы вот это все это дело, мы тут видим. И стили, вот каскадные стили, то есть наши жирности, наши зелененькие и красненькие кнопочки, они все пришли в отдельном файлике. Не обращайте внимания, у меня с первого раза стили не подгрузились. Это что-то с моим браузером. Мне кажется, что нужно переустановить его. Он почему-то не с первого раза этот файл прислал. Поэтому здесь видите, сначала был failed, он не смог сразу загрузить, а потом со второго раза у него все-таки успешно получилось загрузить, что мы видим в принципе, что у нас все стильные. То есть мы видим, что по факту у нас все запросы прошли 200. Только один, вот, фавикон пошел с 304, то есть было перенаправление. Но 304 – это нормальный код, который не говорит о том, что это была какая-то ошибка, просто он информирует нас о том, что было перенаправление, что мы получили эту картинку немножко от другого ресурса. И вот как бы каждый такой элемент, который мы с вами видим, и вот этот вот фон, там, картинки, вот эта трубочка отдельно, мы все это получили запросами. И, конечно, есть основной запрос, то есть главный запрос – holiday flash fast. Далее, если я почищу, чтобы мне не мешало, и приду в раздел FAQ, тоже полетели запросы и ответы. Я вижу, что вот запрос FAQ, точно такой же, только я спросила страничку уже FAQ. И вижу, что тоже get, вот, 200-й код. В ответе вижу HTML-верстку этой страницы, preview. И вот отдельно приходили разные логотипчики, разные стили, вот фон, картинка и так далее. Я пока не буду нажимать Disable Cash. Так. Так, хорошо. То есть, таким образом, при помощи вкладки Network мы с вами можем анализировать, что происходит с нашим приложением на предмет клиенцированного взаимодействия. И именно эта вкладка помогает нам понимать, правильно ли, хорошо ли наши запросы отправились. В частности, например, когда у нас есть вот такое приложение. Вот, посмотрите, мы перешли, например, на страничку. Здесь такое вот приложение, которое, знаете, типа генерация титульной страницы для рефератов. То есть, ты можешь пить сюда свои какие-то значения, там, свое имя, фамилию и сгенерировать себе титульную страницу для лабораторной работы, рефератор, диплома и так далее. Ну, например, для студентов такая страничка. Page-генератор называется. И вот мы ее листаем и видим, что вот какой-то такой странной иконкой, как будто поломанный файлик. Это уже повод понять, что значит этот файлик от сервера не пришел. Давайте посмотрим, как это выглядит в консоли, точнее, в DevTool. Открываем DevTool, переходим на вкладку Network. Она пока пустая, потому что мы, пока она закрыта, она не фиксирует вот эти вот запросы. Они выполняются, но просто она их не фиксирует. Называется не лагирует, не записывает. Обновляем эту страничку, ждем, пока прогрузятся все. И вот мы видим, что большинство запросов выполнены успешно, а вот один какой-то непонятный, вот 404. Опять-таки на файл не обращаем внимания, а именно на 404 нас интересует. Мы клацаем на эту строчку и пытаемся посмотреть более подробно. Итак, подробно мы видим, что по конкретному адресу, имейджин, там какой-то URL, пытались получить эту картинку, чтобы разместить ее на сайте при помощи get-запроса. Но получили 404. Видимо, путь был неправильный указан здесь. Но неправильный указан разработчикам, который разрабатывал этот сайт. Он, видимо, забыл, где находится этот файлик, и мы видим в итоге результат. И в респонсе мы видим текст, где в конце будет написано, что not found. А в итоге в preview мы видим this page could not found. Получается, что, коль мы не получили эту картинку, то мы ее не можем и нарисовать. Соответственно, ее на этой страничке нет. Вы можете завести баг-репорт по типу «Не отображается» или «Вместо картинки отображается иконка поломанного файлика». Но это звучит немножко, как в детском садике. А вот если вы заведете баг-репорт на то, что отображается 400-й код ответа для одного из элементов страницы, тогда это уже будет показывать, что вы немножко лучше знаете уже, как работает приложение, что вы понимаете, что такое клиентская ошибка, что такое серверная ошибка и так далее. Поэтому, конечно, лучше, чтобы вы больше исходили из работы с вкладкой «Нетворк» и пониманием работы клиентской архитектуры, а не просто ориентировались чисто визуально. И вот разница в этом и есть. Black box – это вы чисто… Ой, нет картинки, плохо, да? А grey box – это вы уже понимаете, что это 404-й код ответа. Давайте посмотрим пример 500-й ошибки. Открываем наш аркан, тот, который на домашнем задании номер 3. Не переживайте, домашнее задание будет другим. Мы будем еще искать такие ошибки, но не в этом приложении. Переходим в «Нетворк». Ну, тут, как обычно, у меня, в общем, проблема с моим шрифтом. Далее. Нажимаю на «Создать новую локацию». Заполняю поля. Нажимаю «Save». А, не починили. Была 500-я. Ну, ладно, я уверена, что вы видели. А вы возьмите, извините, я перебиваю вас. Вы возьмите сущности, сотрудники заводите. Там тоже был бах. Давайте попробуем. О, мы просто перешли в сущности, да? И вот видим. Ну, тут, конечно, они схитрили скиллап, они сделали специально, чтобы вы понимали, что проблема. Не всегда бывает, возникает такое сообщение. Вы можете просто перейти и видеть, что вот как-то, какого-то бы нет функционала. Ну, здесь не сохранять. Тут как на самом деле есть факт. Заводим сущности, создаем нового. Заводим данные, выбираем там должность. Потом сам сохранить, оно пишет, присваивает антикционный номер. Ему не дает, не пропускает. Не дает такую самую сущность. Хорошо. Ну вот, смотрите, мы перешли на страничку. Это мы по факту выполнили get-запрос. И он уже на этом этапе 500-й упал. Это уже баг. То есть это один баг. При переходе отображается 500-й код ответа. То есть выполнение кода вот этого странички уже ведет код за собой какой-то сбой сервера. Дальше, как вы говорите, если мы заполняем какими-то значениями поля. Ну, я думаю, что это было из-за менеджера, на самом деле, что мы не можем выбрать. Очищаем, нажимаем save. Вот, и тоже полетели. Помимо успешного, все равно полетели 500-й. Мы можем увидеть, что вот один запрос пост на размещение данных в принципе разместил эти данные. Но также, помимо этого, произошли проблемы с вот кэшбастер, с работой, наверное, взаимодействия все равно с системой. У нас есть 500-й ответы. И в респонсе мы видим internal server error. Невозможно конвертировать этот HTTP сообщение. И что у нас тут пишет? Тоже невозможно конвертировать. Неправильный путь. То есть он не может достучаться до определенной API. Ну, про API поговорим чуть позже. Да, есть такое дело. Ну, вроде бы у них раньше была просто проблема с доступом. А сейчас, видите, уже появилась вот такая. Раньше писала нет доступа к BD, базе данных. Ну, возможно, для некоторых функций. В общем, зачем вам нужен network? Я понимаю, что некоторые из вас уже в этом хорошо разбираются и понимают, что это очень хорошо, что для вас это, возможно, не новая информация. Для кого-то сегодня эта информация новая. Поэтому давайте, чтобы вы понимали, когда вы тестируете приложение, в частности, веб-приложение. И если у вас подходит момент отправить форму или переходите на страничку, вам необходимо мониторить, да, как ведет себя запрос. То есть, какой результат от сервера приходит. И если вы все равно видите, что какой-то запрос как-то ведет себя, ну, то есть, вроде как оно 200-ый, даже код пришел, да, вот в данном случае видите, вроде как 200-ый код, но вот это же плохо, да, и мы видим же результат, что у нас как-то так странно создалась форма сама по себе. Поэтому после этого, возможно, нужно проверить и в базе данных, какие значения попали, да, чтобы понять, что не так. Но вы не просто обнаруживаете 500-ый, вы еще и клацаете на подробную информацию, пытаетесь читать респонс. Там очень часто есть ошибка, то есть сервер ругается конкретным там каким-то сообщением, да, пишет, чего там ему не хватает или что он не так может, не может сделать. То ли доступа к базе нет, то ли неправильное у него там имя таблицы, то ли нет такой таблицы вообще не может найти. Он обычно об этом говорит. И это, опять-таки, помогает вам понимать причину этой ошибки, да. И чем больше этой причины вы поймете, тем, конечно, во-первых, вы поймете, в чем суть бага, во-вторых, сможете более грамотно написать баг-репорт. Поэтому поначалу, если вам очень сложно, хотя бы просто старайтесь открывать эту как бы вкладку и чисто мониторить наличие вот таких разных красненьких ошибок, которые будут 400-ые либо 500-ые. И хотя бы поначалу просто оформляйте на их наличие, если вам сложно читать там респонс или разбираться. Со временем вы просто начнете как бы уже к этому относиться более спокойно, и вы не будете нервничать, и тогда у вас будет все получаться. Но просто пытайтесь открывать, а не надеяться чисто на себя, что, ой, я лучше оформлю баг-репорт, что кнопочка не нажимается, вместо того, чтобы открыть приложение. Так вот, теперь не может быть такого, что чего-то не работает. Не работает форма, или не работает кнопка, или не нажимается кнопка. Вот такого теперь точно быть не может, потому что теперь вы должны понимать, что каждый активный элемент – это по факту запрос. Если какая-то кнопка не нажимается и не работает, это не значит, что она не работает, это значит, что не отправляется запрос. Или отправляется, но ответ приходит с ошибкой. Получается, что вследствие нажатия на кнопку вы ничего не получаете, не потому что кнопка не работает, а потому что запрос пришел с ошибкой, например. Или сервер не мог выполнить ваш запрос и как бы ругается. И поэтому это уже выглядит более квалифицированно, скажем так, ваш ответ. Бывает такое, что даже кнопки просто не прикрепили формирование запроса, то есть вы на нее кликаете, как будто бы ничего не происходит. Бывает такое, что запрос даже не отправляется. Опять-таки это можно понять, только открыв вкладку Network. Вопросы пока есть? Сейчас расскажу, как оформить. А как нужно понять, что у меня правильный запрос? Я не разбираюсь с этого. Как можно понять, что запрос не отправится? А, ну вы когда откроете, например, вот Network, нажимаете на кнопку, а тут ничего не происходит. Никаких, ни два таких вещей. Значит, получается, запросы не отправляются. Спасибо. Так. Теперь. Очень интересный момент. Помимо Network, в DevTool есть еще интересная укладка, которая называется консоль. Изначально большинство тестировщиков в основном работало только с консолью. Очень удобно. Почему? Потому что в консоль падают в основном только ошибки и предупреждения о чем-то. Но предупреждения нас мало волнуют, они обычно в себе ничего не несут. А вот такие красные вещи, это называются ошибки. И очень часто, вот в Network же много, да, бывает запросов, вот как мы в частности видели в Holiday Cash Fast. И поэтому, ну, да, путаешься. Поэтому некоторые говорят, что давайте лучше мы будем как бы сидеть на вкладке консоль, потому что это удобно. Здесь меньше информации. То есть вот я обновила страничку, да. Ну, вот это вот желтое, это они ругаются, что у меня какое-то расширение, надо его удалить, потому что оно мне мешает постоянно. Расширение Google Chrome неправильно работает. Но вот это вот больше показывает, что у меня вот этот вот мои стили эти не с первого раза прогружаются. То есть это опять-таки не совсем ошибка, это больше, ну, вот это вот дублика, дублируется вот эта штука. В частности, то, что мы с вами видели в 500-м, да, кодах. Если открыть консоль, то мы тоже можем эту 500-ую ошибку обнаружить. Она обычно, ну, как бы точно так же отображается, вот она. То есть тоже 500-ая, то есть адрес нашего ресурса, API, employee. То есть мы пытались достучаться до сервера employee, но он говорит, что он не может нам помочь. И отображал 500-ую. Если мы раскроем, то мы увидим здесь какие-то непонятные вещи, то есть не очень информативно. Получается, в консоли можно находиться в консоли и обнаруживать вот такие вещи. Но чтобы узнать более подробную информацию, необходимо перейти в network и увидеть более подробную информацию вот здесь относительно нашего запроса. В частности, если мы посмотрим наш пейдж-генератор, тут тоже в консоли вот эта ошибка не считается, потому что это какое-то мое расширение ругается, какой-то add, код, need. А вот это, видите, 4 за 4, это уже ошибка, которая показывает, что какой-то вот image, такую-то картинку мы не обнаружили. Если мы раскроем подробнее, то мы увидим. А если мы перейдем в network, то это будет вот эта 4 за 4 ошибка. То есть они как бы дублируются, консольные и network. То есть мы можем увидеть это. Но самый интересный момент, что существует еще один вид ошибок, которые называются не клиентские и серверы, как мы сегодня с вами рассмотрели. Это вот клиентская ошибка, 500-ая – это серверная ошибка. А есть так называемые консольные ошибки. Что это такое? Вот, давайте посмотрим. Открыла вкладку «Консоль», очистила и перехожу на сайт, который называется BeLone.UK. На вкладке «Нетворк» перехожу и анализирую запрос. Вот основной запрос по этому сайту. То есть дайте мне сайт BeLone, вот он get, вот response пришел HTML-страничка и все вот эти вот там картинки, иконки и так далее. Но в консоли мы обнаружили вот такие ошибки. Вот эти вот ошибки, которые начинаются на слово uncoach, undefined, unreference, unknown, неизвестное. То есть те, которые начинаются на вот такие слова, и вот так примерно выглядят, называются консольные ошибки. Что это происходит? В следствии того, что браузер получил все данные вроде как по запросу, который запрашивал. То есть сервер все ему отдал, все положено. Но есть какие-то объекты на этом сайте, которые браузер не смог правильно распознать или не может их как бы идентифицировать, а получается, что он не может точно понять, как они будут работать, и получается, при использовании этих элементов пользователь ощутит какую-то там нерпоспособность, либо какое-то поле не может выбраться вот здесь, либо какая-то кнопка. Вам не обязательно понимать, какой именно объект, потому что по ошибке обычно может быть этого реально непонятно быть. Но вам важно просто обнаружить наличие этой ошибки и завести баг-репорт. Причем что важно понимать? Что консольная ошибка не дублируется в нетворк. То есть в нетворке вы ее не найдете. Ее тут нет. То есть это опять стили мои проблемные, но тем не менее именно самой консольной ошибки нет. А вот в консоли она отображается. Потому что эта проблема не между клиентом и сервером, а между клиентом и браузером по факту. То есть они друг друга не поняли. И отображается вот эта вот ошибка. Конечно, они не поняли вследствие того, что с сервера пришел какой-то код, который браузер просто не в состоянии распознать или обрисовать. И, как правило, разработчики на сервере что-то чинят или на стороне клиента могут чинить какую-то преобразовалку. Но в любом случае это не проблема запрос-ответ. То есть это не потому, что клиент неправильно запросил или сервер неправильно ответил. Это уже потом произошло вследствие отрисовки. Это называется консольная ошибка. Но в хорошем приложении консольных ошибок быть не должно. То есть там все должно работать четко. Как оформлять баг-репорты? Если мы говорим про вот такую пятисотую ошибку, то заголовок звучит следующим образом. Отображается пятисотый код при переходе в раздел employee, например, или при переходе к форме employee. Или в данном случае у нас также был баг при отправке формы employee, нового employee. То есть желательно писать в заголовке именно слово пятисотый код, потому что именно на него заказчики, ваши менеджеры, разработчики реагируют более остро. Они понимают, что пятисотый – это плохо, значит, это проблема большая. А если вы просто напишите некорректное поведение формы при создании employee или сотрудника, то как-то они на это могут отреагировать. Ну, некорректное, да и некорректное. Поэтому лучше все-таки выводить в заголовок. Так же, как и с 404, в принципе, тоже можно написать. Отображается 404 код для такого-то элемента, например. Прямо в заголовок. Шаги описывайте, как обычно. Ну, то есть, как мы… Перейти на страницу, обратить внимание. Единственное, что в шаги не нужно писать, открыть DevTool и посмотреть пятисотый код. Потому что это, как все понимают, где видно пятисотую ошибку. То есть, не нужно об этом прописывать в шагах. Даже если вы это делаете, не нужно это писать. Это, знаете, как воткнуть розетку, точнее, компьютер в розетку и включить его. Ну, то есть, мы же об этом не пишем в баг-репорте. Поэтому это само собой разумеющееся, что если вы нашли баг, то, значит, у вас был включен компьютер. Так и здесь. Если вы нашли пятисотый, значит, скорее всего, был открыт DevTool. Поэтому об этом писать не стоит. Просто нужно обнаружить, на каком моменте она отображается. Либо при переходе, либо при отправке формы, либо при открытии какого-то элемента. То есть, нужно этот момент запечатлеть, когда именно отображается эта ошибка. И об этом описать. Фактический результат. Ну, так и пишите. Отображается пятисотый код ответа. Ожидаемый результат. Ошибок быть не должно. Например, форма отправляется успешно. То есть, опять-таки, пишите довольно все очень простым способом. Что делать со скриншотом? Конечно, желательно скриншот, собственно, максимально информативным сделать. То ли вы делаете вот такой скриншот, захватывая Developer Tool, показывая наличие пятисотой. То есть, показывать, чтобы разработчик сразу все увидел, что ему нужно. Вот она, пятисотая, где ее обнаружено. И, как бы, обязательно адрес, URL вашего сайта. Если же речь идет о консольной ошибке. Как оформлять консольную? Консольную ошибку вы оформляете следующим образом. Пишите. Так и пишите. Отображается консольная ошибка при переходе на главную страницу сайта. Либо отображается консольная ошибка при нажатии на кнопку такую. Такое бывает, что при нажатии на кнопку может даже отображаться. Потому что тоже запрос пошел, пошел ответ. Оно пытается отрисовать, и не получается. В итоге получается, что вам необходимо тоже написать отображается консольная ошибка. Но, пожалуйста, не нужно просто писать слово консольная ошибка. Потому что у вас в итоге получается, что все баг-репорты у вас с одним и тем же заголовком. Консольная ошибка. Где она, непонятно. Что она, что это консольная. Живет она там или отображается, или что она еще делает. Нужно писать, ну, полноценно, нормально оформлять заголовок. Отображается консольная ошибка при переходе туда-то. Потому что у меня такое ощущение, что когда с вами говоришь о консольных, у вас сразу включается какой-то панический страх, и вы просто очень боитесь этих консольных ошибок. И когда вы их оформляете, как будто бы вы думаете, что если вы написали просто консольную ошибку, то я не замечу этот баг и не буду вас за него ругать. Ну, то есть вы должны просто понимать, что это как бы как неработающий функционал нормально, то есть что вы это обнаружили. И оформлять нужно так, как мы раньше пробовали и учили. На сайте, в том-то и суть консольной ошибки, что на сайте вы ее никогда не обнаружите. Посмотрите сейчас. Вот я пролистываю сайт, все в порядке, то есть даже ничего не съехало, все элементы на месте. Вот в этом и проблема консольной ошибки, что она может вылезти, точнее где-то пойти неправильная работа уже в процессе, когда вы там начнете вот тут что-то выбирать. Вот я начинаю выбирать, и видите, не могу выбрать. И ну как бы вот это уже начинает вылазить ошибка. Хотя она как бы появилась уже на этапе, как только мы перешли на страницу. Уже сайт знал, что вы не сможете выбрать какую-то сумму, потому что он просто не смог отрисовать функционал возможности выбора этих элементов. И поэтому он вывел консольную ошибку. Конечно, вы потом сможете оформить информацию, точнее оформить баг-репорт на то, что не выбирается значение в выпадающем списке. Но в данном случае интереснее то, что оно не выбирается именно потому, что какой-то элемент, собственно, этого сайта не смог отработать. И, кстати, это может быть даже не поле loan amount, а возможно здесь какой-то другой элемент, который мешает выбору. Итак, как дальше поступать с консольной ошибкой? Заголовок вы оформили. Отображается консольная ошибка при переходе в билон. Дальше шаги точно такие же, как и в 500-х, в 400-х. То есть перейти на сайт, обратить внимание. Потом копировать вот эту штуку не нужно. А тем более вот эту. Иногда консольные ошибки могут достигать на всю страницу. Поэтому не нужно вот эту вещь копировать и вставлять в баг-репорт. Можно просто сделать скриншот. То есть раскрыть эту ошибку и вот так вот сделать скрин. То есть вы таким образом запечатлили, что есть ошибка. Чик. И все, и прикрепили к баг-репорту. Разработчику этого будет достаточно. Ваших шагов, вашей ссылки на продукт, то есть это BELON UK. И как бы наличие ее. Лучше заскринить, потому что мало ли вдруг потом кто-то что-то будет чинить и случайно починит. А ваш баг-репорт потом будет говорить, а что это ты завела какой-то непонятный баг-репорт или завел непонятный баг-репорт. Вы покажете, что действительно ошибка была. Вот фотография. Но копировать ее или пытаться копировать название Uncatch Type Error тоже не стоит. Даже если вам хочется сделать ваш баг-репорт более уникальным, отображается консольная ошибка Uncatch Type Error. Ну, как бы можно, никто не ругает за это. По крайней мере, я не встречала нашей компании, любой, которая работала, чтобы так писали. Просто писали консольная ошибка. На английском Console Error. При этом важно понимать, что консольная ошибка и все-таки ошибка 500 и 400 это разные вещи. Да, они тоже отображаются в консоли, мы тоже можем их видеть. Но их больше называют именно клиентская или серверная, или 400 или 500. А вот эту просто по-другому, ну, как бы ты назовешь еще. Uncatch, ну, как-то, Undefined, какая-то красненькая ошибочка, ну, не назовешь. Поэтому называют консольная, потому что она отображается только в консоли. Вопросы есть? Хорошо. Так, двигаемся дальше. Помимо HTTP протокола, у нас также еще существуют и другие протоколы. Но они просто менее популярны, и, скажем так, менее, возможно, вам пригодятся. Но также существует протокол передачи данных FTP, файл-трансфер протокола. На самом деле он появился намного раньше, чем HTTP. Раньше действительно передача данных, особенно по локальным сетям, проходила при помощи FTP протокола, когда файлики передавались. Возможно, кто-то из вас помнит, что раньше было такие по типу Total Commander, FileZilla, фары, и там можно было подсоединяться к локально, к другому какому-то устройству, возможно, у кого-то такое было, и перебрасывать какие-то документы на эти сервера. Это проходило, как правило, при помощи FTP протокола. Что касается современности, да, сейчас тоже используют протоколы, на некоторых приложениях все еще работают с ним, и, по-моему, даже я слышала, что его хотят возродить, чтобы сделать его еще круче, наравне с HTTP. Но, скажем так, на данном этапе, когда мы говорим чисто про клиент-серверную архитектуру, все-таки HTTP является в основном сейчас больше таким фундаментальным. Но вам просто нужно знать, что такое FTP, чисто для того, чтобы понимать, что протоколы существуют, ну, только не те, о которых мы говорили. Потому что бывает такое, что на собеседовании спрашивают, какие еще протоколы, кроме HTTP, вы знаете. Ну, и можно назвать в частности FTP. SMTP, например, протокол, который работает для почтовиков, то есть для передачи почты. Помимо прочего, при этом почтовики, конечно, работают и с HTTP протоколами, ну, отрисовывая страницу нашего Google почты, Gmail, но при этом передача суммы совершается при помощи SMTP протокола. Про SOAP сегодня не будем говорить. SOAP – это тоже протокол, но немножко в другом контексте. И также есть протокол UDP, User Datagram Protocol. Очень интересный момент. Сейчас расскажу про UDP. Что касается FTP, тут есть видео на YouTube у одного интересного парня. Вот. Кстати, я не знаю, с какой он страны, но просто я помню, что видео небольшое, там буквально 10 минут, но если кому-то интересно более подробно, он просто очень, не так, как я, вот, топорно так рассказываю про FTP, а он очень так грамотно и доступно, мне кажется, тоже рассказывает вообще про все протоколы, про HTTP, про уровни вот эти, там, транспортные, межсетевые и так далее. Он как-то так неплохо это все делает, поэтому, если что, можете посмотреть целый его, там, курс о том, как он, в общем, об этом вещает. Более подробно, они там небольшие видео, но давайте поговорим про UDP. Суть этого протокола состоит в том, что он самый, скажем так, быстрый, который используется для передачи быстро, ну, быстрых файлов, точнее, не быстрых файлов, а для скоростной передачи файлов, вот так, или точнее данных, скорее больше сказать, не файлов, а данных. Но его скорость заключается в том, что он не устанавливает так называемое соединение, то есть, что это значит? Например, как работает HTTP протокол. Чтобы передать какие-то HTML документы, например, HTTP протокол сначала должен убедиться, что на том конце, грубо говоря, его кто-то ждет, что соединение между устройствами установлено. Только потом по этому безопасному каналу он начнет передавать какие-то данные, ну, пакеты, вот эти самые пакеты данных. Таким образом, HTTP обеспечивает надежную передачу этих всех пакетов, этих всех данных, что они как бы дойдут до адреса. Если вдруг HTTP поймет, что соединение нестабильно, либо что есть какие-то проблемы, что, возможно, на том конце его какой-то момент или интернет слабый или еще что-то, то он не начнет передачу. То есть, он вам напишет интернет не работает. Или вы, например, переходите на какой-то сайт, раз, и он вам пишет сайт недоступен, интернет соединение, проверите свое интернет-соединение. Это был момент, когда он попробовал и понял, что интернет ваш какой-то сейчас не очень устойчивый, не буду я тебе ничего присылать. То есть, получается, таким образом, HTTP обеспечивает вот эту передачу. Но для некоторых видов данных это очень плохо, потому что тогда получится, что никогда не будет идеального шторма, когда можно будет передать эти данные. И тогда просто никогда соединение не состоится таким образом. А UDP игнорирует это. Он не устанавливает соединение, или некоторые говорят, рука пожатия. То есть, он не обеспечивает то, что там где-то на другом конце эти данные кто-то примет, и что интернет-соединение активно, точнее, стабильно. Он просто тупо передает данные. За счет того, что он не убеждается, у него получается как бы скорость. То есть, он не тратит время лишнее на вот эти реверансы. Он просто тупо передает данные. Но также есть минус в том, что у него есть такая себе потеря данных. То есть, может быть, такая вещь, что он может терять. То есть, не все дойдет до... Три голубя вылетело, два прилетело. Один где-то потерялся. Но звучит это страшно. В смысле, как это? Мы же заботимся о том, чтобы все данные передавались успешно, и как бы наша задача обеспечить целостность данных. Но не всегда. Когда речь идет о, например, HTML-документах и каких-то картинках, да, там важно, чтобы все картинки пришли. Иначе, как мы с вами видели, что если какая-то картинка не придет, то она просто не отобразится на страничке. Но если речь идет, например, о видеозвонке или о звонке через интернет, например, по скайпу либо по любому нашему мессенджеру, наш голос, да, или голосовые, или видео, вот эти вот пакеты, это тоже данные, только другого вида. И получается, что вы, наверное, замечали даже раньше по скайпу, например, когда ты звонишь, у вас идут гудки, а потом через какой-то период времени вам пишут, что вообще-то нет интернета, да, то есть я так и не позвонил никому. Так вот эти гудки, а у вас было же ощущение, что гудки идут, и значит звонок идет. На самом деле нет, это просто по факту, вот по принципу работы протокола UDP, он передавал ваши пакетные данные, то есть он передавал запросы на то, чтобы соединение произошло, но в какой-то момент понял, что по какому-то периоду времени он не получил ответа, значит нужно прекращать звонок. И когда мы с вами разговариваем со своими родными из другой страны, мы, конечно, замечаем, что могут быть какие-то подтормаживания, да, то есть мы видим, что там, ага, на какую-то долю секунды пропал человек, там, да, или там видим, что он повернул голову, вроде бы уже там как-то какие-то слова обрываются. Это не просто обрываются слова, это данные, не все доходят, то есть какое-то слово дошло, какое-то не дошло. Вот мы с вами сейчас общаемся, тоже такая происходит ситуация, да, где-то проваливается интернет, и какие-то мои слова, возможно, не долетают до вас, или какие-то, но понимаете, в разрезе видеозвонка, либо в разрезе аудио, это, эти потери данных могут иногда быть практически незаметными. Вы можете иногда не заметить там пару пикселей, которые потерялись по дороге, если интернет-соединение довольно мощное, да, но при этом, если оно очень слабое, то, конечно, вы будете видеть там и что и пропажа в видео, да, и оно просто будет писать, что мы не можем вам передать какие-то данные, но в любом случае возможность работать с UDP обеспечивает нам в принципе такую потрясающую вещь, как звонок, да, видеозвонок и вообще любой звонок, и тогда, я считаю, можно пожертвовать какими-то пакетами данных, которые не доходят до вас до конца, но вы можете увидеть своего там родного человека за тысячу километров друг от друга, да, в онлайн-виде, прямые эфиры, вот эти все вещи, онлайн-просмотр видео, все это работает при помощи UDP. Сейчас, конечно, это уже не так страшно звучит, потому что UDP тоже усовершенствуется, и сейчас они работают над тем, чтобы он был более безопасным, кто они, ну, типа, как бы мир разработки, да, мир айтишников, на то, чтобы версия протокола UDP была более стабильной, чтобы она все менее вот теряла эти данные, чтобы действительно было надежно все, и, возможно, есть такой вот, как бы слух среди айтишников, что скоро, возможно, UDP и вытеснит HTTP, возможно, действительно скоро данные будут передаваться при помощи UDP за счет того, что будут возможности передавать скоростные вот эти вещи, и мы действительно с вами скоро будем работать чуть ли не, знаете, как вот этих виртуальных кабинетах, как рассказываю, да, что ты зашел, вот эти очки одел, и ты такой прям в онлайне, сидишь там в каком-то кабинете, печатаешь там прям в воздухе, а это как будто бы твой монитор, то есть это все посредством UDP будет, возможно, доступно нам. но пока как бы мы имеем дело с HTTP, да, и в основном я имею в виду, а UDP, конечно, есть приложение, которое его использует, но как бы мы сейчас на них просто не говорим, мы сейчас больше говорим чисто вот о работе обычных стандартных сайтов и приложений, которые мы используем каждый день. А терминальные сервера как передают? по UDP? Еще раз. Какие серверы? Это терминальный, терминальном режиме, вот терминальные сервера, Citrix там, терминальный протокол UDP вроде бы используется. Да, да, используют UDP. Ой, видите, у меня что-то пошло не так уже. Итак, опаньки, вот вам типичный пример 500-й. Дальше, что еще из полезного? Теперь, что касается тоже еще DevTool. Смотрите, опять-таки, приведу пример вам работы веб-приложения и взаимодействия HTTP-запросов. Когда мы переходим в Network, у нас есть вот такой вариант. вот тут есть значок, что можно выставить разный уровень интернета, точнее, скорость интернета. Можно выставить как будто бы самый быстрый, как будто бы медленный. Это, конечно, такая своего рода имитация, но можно сделать как оффлайн. И в данный момент я просто свой браузер отрезала от интернета. То есть я уже продолжаю с вами разговаривать. интернет существует на моем компьютере. То есть я не вырубила Wi-Fi. Я выключила его чисто вот через настройки DevTool для своего сайта. И поэтому, перейдя на вкладку FAQ, мы видим, что написано нет подключения к интернету. Получается, потому что нет соединения, нет сети. Без сети запрос не пошел. Соответственно, мы не получили ответ, а значит, мы не можем иметь дело с каким-то сайтом. И браузер нам пишет, что причина этому, что нет соединения, Wi-Fi. Но это вот мы просто потому что включили здесь оффлайн. То же самое режим будет, если я выключу Wi-Fi, но тогда вы меня не будете слышать. А в данном случае мы только браузер отрубили от интернета. Или поставить можно ему медленный интернет. Это опять-таки, если вам нужно потестировать производительность какую-то, то в принципе можно это сделать. Что еще из полезных вкладок? Как о performance? Я вам говорила, что производительность в принципе в основном работает только при помощи G-метра или каких-то инструментов дополнительной нагрузки. Но в данном случае performance вкладка отвечает больше не за нагрузку, а за замер скорости работы. Например, а вам показывала performance или нет? Я просто, честно говоря, вылетела с головы, показывала. А, все. Тогда не будут, да, показывать? Вот. А на первых четырех занятиях может быть. Отлично, тогда значит не будут. Ну, то есть про performance помните. Итак, мы получается с вами потихонечку изучаем вот эти вкладки DevTool, очень полезные. Далее. Cash и Cookie. Снова таки, я уверена, что большинство из вас тут знают, что такое Cash и Cookie может быть побольше, чем я. Но я вынуждена рассказать об этом и плюс рассказать о том, что делать тестировщику с этой вещью и как с этим жить. И давайте рассмотрим. Во-первых, начнем с того, что такое Cash. Cash – это буфер обмена данными, точнее, буфер, такое место, пространство, памяти между браузером и интернетом, в котором сохраняются посещения вашим пользователям страниц, а также ряд других информаций о ваших приложениях, в частности, о посещенных сайтах и приложениях. Зачем это делается? Изначально это предусмотрено было для того, чтобы ускорять работу пользователей. Ну, конечно же, еще история о посещении, что пользователь может открыть историю, посмотреть, где он там был и открыть какой-то сайт, например. Но больше эта проблема не в истории, а именно в скорости работы. Что это значит? Мы с вами уже видели, что когда мы переходим на сайт, например, Holiday Cash Fast, и мы с вами видели, сколько запросов отправляется для того, чтобы мы получили информацию об этой страничке. Так вот, в принципе, кэш-браузера в состоянии запомнить какие-то вещи, если вы одиннажды уже запрашивали у этого ресурса данные. То есть, в частности, о внешнем виде, какие-то, возможно, файлы, ваши какие-то привычки, которые вы уже установили на этом сайте, например, я не хочу больше видеть сообщение или запомни мои пароль, логин и так далее. То есть, он это запоминает, во-первых, для того, чтобы ваша работа была более комфортной дальнейшая, а во-вторых, для того, чтобы, если вы повторно перейдете на этот сайт, чтобы это все дело подгрузить быстрее, чтобы не запрашивать еще раз все, каждый этот файлик, а чтобы просто подгрузить их из кэши, то есть, из своей памяти. И тогда, конечно же, скорость работы намного увеличивается. Кэш есть не только в браузере, она есть в любом приложении, конечно же, но мы сейчас больше говорим о браузерной кэши. В чем ее преимущество, мы уже поняли. Но, конечно же, она очень часто, в частности, тестировщику мешает в работе, потому что мы постоянно с вами тестируем свой какой-то продукт, и мы постоянно шаримся по вкладочкам, что-то там нажимаем, и, конечно же, наш браузер не будет так же работать, как и у всех остальных, он запоминает все эти вещи. И чаще всего бывает следующее. Например, я обнаружила ошибку в слове и говорю разработчику, исправь ошибку в слове. Он на сервере, обязательно это важно понимать, в HTML-верстке исправляет слово. Я перехожу еще раз и говорит мне, обнови страничку, у тебя должно все появиться. Я обновляю страничку, опять просылаю get the pros, но мой браузер, он же хитрый, он помнит, что я вообще-то как бы эту страничку уже посещала. И поэтому он не хочет ее забирать из сервера. Он только на сервере проверяет, грубо говоря, что там как бы этот ресурс есть. Но он ее подгружает мне из памяти, говоря мне, да вот тебе, ты же была здесь, смотри. Я смотрю и понимаю, что ошибка все еще в слове есть. И я говорю разработчику, ты не поправил. Он говорит, нет, я поправил. Так вот, чтобы такой ситуации не было, нужно почистить кэш. Тогда, перейдя на эту страничку, ваш браузер будет воспринимать это как будто ой, новый сайт. И, понятное дело, он заставит сервер отдать все, что у него есть. И отдаст этот сервер вам обновленную информацию, то есть уже с исправленным словом. поэтому необходимо периодически чистить кэш при тестировании. Некоторые тестировщики отключают кэш совсем. Ну, то есть они такие, ну, мне она мешает постоянно, вот это происходит, в момент, что нужно ее постоянно чистить, не хочу я, чтобы она у меня работала. Я все-таки считаю, что это не очень правильный вариант, потому что вы должны не забывать, что дело не в вашем удобстве, а дело в том, что ваш браузер должен быть максимально настроен, как у пользователя. Пользователь редко кто из людей вообще знает о том, что кэш можно отключить и туда лезет настройки отключать. Ну, только те, кто кому прям либо начитался, либо понимает этот процесс и поэтому отключает у себя ее. Но вообще большинство людей как бы вот как поставили браузер и вот так ним и пользуются. И поэтому ваша задача, ну, как бы чтобы ваше тестовое окружение также работало, да, отключив кэш, возможно, вы не обнаружите каких-то проблем, которые с ним связаны. Например, в вашем функциональности приложения. Поэтому ваша задача, чтобы вы все-таки работали за включенной кэш, но периодически ее чистили, эту кэш. Как чистить кэш и как ее чищу я? Так. Для этого в частности, вы должны понимать, что именно кэш браузера, потому что существует еще также кэш сервера. У сервера тоже есть такой буфер, где он имеет свойство такую вещь запоминать. Но об этом мы сейчас не говорим, в основном говорим о кэше браузера. Итак, многие работают с комбинацией клавиш. Можно просто нажать на клавиатуре Ctrl-Shift-Delete. И таким образом, в моем случае это будет Command-Shift-Delete и очистится кэш. Но я лично так не люблю чистить кэш. Я люблю чистить через DevTool тоже, по крайней мере, у сайта. Вот, к примеру, для этого нужно перейти во вкладку Application и нажать вот здесь в разделе Storage выбрать ClearSideData. При этом у меня выставлены галочки, что чистится одновременно и куки, и кэш, и сессии, и так далее. И это происходит именно для этого ресурса. И мне это нравится, что мне не нужно чистить историю, мне не нужно чистить, например, какие-нибудь свои там Фейсбуки и Gmail, если они тут, то как бы я вошла в систему, и как бы я работаю в этих приложениях. Систится только для текущего ресурса кэш. И это меня устраивает. Поэтому я просто периодически захожу вкладку Application и очищаю собственно данные, которые здесь есть. И вы видите, что здесь отобразилось ноль байт, то есть ничего он не помнит. Но бывает такое, что это не помогает, что все равно приложение как-то так, все равно как будто кэшируется. Браузер тоже не идеален, то есть у него тоже есть какие-то свои моменты, и поэтому иногда для того, чтобы попробовать поработать без кэши, можно использовать так называемый режим инкогнито или гостевой режим. Он есть в каждом браузере, что в Firefox, что в Chrome, неважно. Я вызываю его следующим образом. Открываю вот такую три точки, и вот тут мне написано новое окно в режиме инкогнито. Либо же тоже комбинация клавиш. Клавиш. В моем случае Command-Shift-N в вашем Ctrl-Shift-N. И открывается вот такое черненькое окошко. Здесь написано режим инкогнито. Ваши действия в этом режиме, история браузера не будет записываться, файлы куки не будут записываться. То есть получается, что как бы вы работаете, пока вы работаете, конечно, что-то будет записываться. Но столько стоит потом вам закрыть это окошко, и все пропадет. Поэтому, если я хочу, чтобы этот сайт видеть, как будто бы я впервые на него зашла, я просто открываю его в режиме инкогнито. И вот как бы тогда он окружается опять-таки сервера всю информацию. Режим инкогнито полезный режим. Большинство тестировщиков есть такие люди, которые вообще только в нем тестируют. То есть специально, чтобы не отключать кэш в обычном браузере, но при этом, чтобы она не мешала. И также это максимально удобный режим, когда, допустим, вы тестируете какое-то приложение, и вам нужно войти под определенным пользователем. Например, под Сашей Ломовой нужно войти в систему. Вы можете в режиме инкогнито зайти под Сашей Ломовой, а потом вам нужно, например, с Сашей Ломовой под администратором настроить какую-то там вещь в аккаунте. А под администратором нужно зайти на этом же ресурсе, только под другими паролями-ногинами. Чтобы не выходить из аккаунта Сашей Ломовой, можно просто в обычном браузере зайти под администратором, а вот в этом инкогнито под Сашей Ломовой. Это, получается, не подгружается к кэш и куки, соответственно, авторизация происходит вот в таком режиме, что это как два разных браузера, грубо говоря, потому что не мешает кэш и куки. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, вы, например, авторизуетесь в системе, и какой-то баг возник, что у вас зависла картинка, и вы там не можете не выйти из системы, не войти дальше, ну, бывает такое. В этот момент вы должны либо почистить кэш, либо просто войдите под режимом инкогнито, и тогда у вас все получится. Например, вот у меня есть рабочая Jira, и Jira, в которой я проверяю ваши домашние задания. Чтобы в моем браузере не путалась Jira рабочая и Jira ваша, потому что разные все-таки, Jira одна, но разные аккаунты входа, то есть там я у вас вхожу под преподавателем, здесь я вхожу, то для этого я использую инкогнито режим, потому что мне так удобнее, чтобы не путались между собой эти проекты. Можно маленький вопрос? Да. Симулировать какой-то IP-адрес можно? Вот бывают сайты, где ты можешь зайти, авторизироваться только под конкретным IP-адресом, а ты находишься в другом месте. Да, есть, но они платные, насколько я знаю эти вещи. То есть здесь даже расширение, по-моему, даже у меня есть. Сейчас покажу. Но я знаю, что моя компания платит за объем данных, которые я подгружаю через этот API. Расширение. Здесь оно нет. А ну-ка. Может здесь. Да. Нет, сейчас не назову, но я чуть позже вам скину это название. Точно помню, такая вещь была. Но да, они, как правило, не бесплатные. Так, дальше. Если мы говорим про куки. Что такое куки? Это служебные файлы. То есть если кэш – это буфер, то куки – это файлы, которые хранятся на стройке сайтов. И в частности, самое распространенное – это хранятся ваши пароли и доступы в систему. То есть связка. Причем связка. Например, от Gmail у вас пароль, ваша почта и пароль. И ее связка непосредственно ресурс, типа и пароль, логин. Но при этом, если вы в другом ресурсе используете точно такой же логин, ну, некоторые любят один и тот же e-mail везде указывать, то будет связка уже другая. То есть там может быть другой пароль, и, соответственно, он тоже хранит эту связку. То есть сайт, пароль и логин. И это призвано для того, чтобы опять-таки облегчить вам жизнь. То есть чтобы вы не каждый раз вводили пароль и логин, а чтобы вы один раз авторизовали в системе. И система, каждый раз, переходя по ссылке facebook.com, например, сразу же уже сама как бы поставляла эти данные и проводила эту авторизацию, чтобы вы лишний раз об этом не заморачивались. Но если вы не хотите, чтобы так было, то, соответственно, опять-таки, чтобы не быть в зарегистрированном системе, вам необходимо использовать либо очистку кэша и куки, либо переход через режим инкогнито. То есть, в частности, если я сейчас вот эту ссылку возьму и открою в режиме инкогнито, то видите, оно меня попросит авторизоваться в моем Google Chrome. Хотя здесь, видите, я в ней работаю спокойно, то есть он знает мои куки и файлы. А режим инкогнито воспринял меня как будто я чужой человек. Если вы приходите куда-то, кому-то домой, либо какой-то интернет-магазин, точнее интернет-клуб, хотя уже, наверное, такое вряд ли будет, но мало ли, то, конечно, лучше авторизуйтесь во все свои почтовые и всякие там вещи через инкогнито режим. На работе некоторые даже фильмы смотрят, когда на работе, то через инкогнито режим, чтобы, если что, в истории не было видно. Так, хорошо. Дальше. Куки точно так же чистятся. То есть, по факту, я уже показывала, что мы видим с вами, что здесь можно поставить галочку куки, и тогда при очистке чистится и кэш, и куки для этого ресурса. Но куки нужны не только для того, чтобы вы могли пройти авторизацию в системе. Также куки хранят еще другую информацию. В частности, как я уже говорила, когда у вас, знаете, спрашивают, вы принимаете, что мы можем использовать ваши данные в рамках нашей, и вы переставите галочку, да, принимаю условия куки. Это значит, что в куках записывается определенный параметр или галочка, что, ага, он согласился. Давайте посмотрим, как это выглядит. Для этого можно перейти вот в такой раздел «Куки». сейчас я подружу. вот здесь есть «Сессион», «Сессион сторидж», и нажимаем вот сюда. И мы увидим, вот здесь пусто пока. Для того, чтобы увидеть информацию о наших сессиях, также можно открыть вот тут «Куки» и перейти в… То есть, в чем отличие сессии и куки? Куки – это информация, которая хранится в целом об этом сайте. Сессия – это информация, которая хранится только об этом посещении. То есть, пока мы находимся на этой страничке, но если мы закроем, то сессия закроется. Давайте теперь покажу, как можно иногда в тестировании использовать «Куки». Переходим в «Аппликейшн» на сайте, выбираем «Куки» и смотрим. Смотрите, на этом сайте есть такая фишка. Специально реализован функционал. Если я лажу по этому сайту, а потом вдруг я захотела просто закрыть браузер и тащу мышку в левый верхний угол, возникает вот такая вот всплывайка или его называют модальное окно либо «Поп-ап», который говорит, пожалуйста, не уходите. Может быть, все-таки ходите нам позвонить? Ну, такая как последняя замануха, потому что он понимает, что я уже потянулась закрыть браузер. А я ему говорю, нет, не хочу. И закрыла. Эта штука показывается только один раз. Если я ее закрыла, значит, я не хочу больше эту штуку видеть. И тогда вот сюда в куки записывается вот такой параметр «Поп-он-поп-ауэр-тру». То есть этому параметру оставляется «тру». И браузер знает, что каждый раз, когда он будет мне подгружать этот сайт, если этот параметр будет здесь находиться, вот он, то сколько бы раз я не уводила мышку, то как бы ничего, никакой всплывайка не отображается. Но если я удалю этот параметр из куки, то видите, всплывайка опять отображается. Если я закрою, то параметр снова подгрузится сюда. Вот он. Снова удалю. И как бы иногда, возможно, нужно обновиться заново, чтобы он подгрузился, и он снова будет видеть. Таким образом, получается, что в куках иногда попадают даже параметры пользователя, страницы какой-то. То есть, в общем, там нужны иногда хранить некоторые данные, больше разработчики, конечно, об этом знают, которые нужны для работы конкретно этого приложения. В частности, вот это вот «Поп-ап-чика» нужен параметр. Я, конечно, не такая умная, как вам сейчас показалось, что «Ой, боже, мне это нужно знать». Нет, это тоже рассказали мне разработчики, потому что у меня была задача соответствующая потестировать отображение «Поп-апа». И там было описано, что при отображении в куках нет параметра. Я, когда ничего не поняла, я написала разработчику, говорю, «Расскажи, как это посмотреть?» И он говорит, «Ну, вот через Деттул посмотри и просто вот это знай». И это я к чему? Это для того, чтобы вы понимали, что можно обращаться, если вам что-то непонятно. Но, конечно, будет хорошо, если вы что-то там уже почитали или поняли, или знаете, что такое возможно хотя бы, да, работа с куки, что туда записывается не только пароль, логин, а также еще вспомогательные разные параметры для работы вашего приложения. можно спросить. А вот логины, пароли, тоже здесь что-то сохраняется на эту тему? Или только как бы действия? Сохраняется, но дело в том, что на этом сайте просто нет пароля, логин, но вообще, конечно, сохраняются. В куках, да? Да. Что такое including 30 part cookie? Когда нажимаете на эту галочку. Честно, Ольга, я не знаю, что это такое. Вот это вот вы имеете в виду? Или нет? Я не сталкивалась с таким. Ну, то есть, чтобы мне нужно было на нее нажимать. Где еще может быть такая галочка? Не знаю, но я почитаю. Там, где чистим кэш. Вот это? Наверное, чистить все кубки, но я почитаю хорошо. Я, правда, просто как-то не обращала внимания на нее. Но буду как-то, видите, параллельно с вами еще узнавать то, что-то новое. А где почитать в гугле или где-то в хелпе? Есть просто так называемый мануал, да, или как руководство к работе DevTool. Там про все вот эти вкладки описано. Ну, то есть, что, как работает, зачем и так далее. Ну, в принципе, полезная штука. если почистили кубки, да, придется логиниться заново. Безопасно ли соглашаться с кубки? Конечно же, нет. То есть, есть очень масса разных сервисов, которые действительно, ну, как бы, как я сказала, кубки вообще существуют для полезности, да, но мошенники используют их в своих ресурсах. И, в частности, приложения, если не предусмотрели какую-то проблему с куками, точнее, что можно легко похитить данные, если вы используете именно это приложение, то есть большой риск. Но, с другой стороны, иногда я просто, например, понимаю, что у меня ничего секретного особо нет в моем браузере. Я имею в виду, что, например, банкинг у меня в браузере я не веду. То есть, я в основном веду на мобильном устройстве. Например, работа с какими-то там, ну, а так больше ничего такого секретного нет. Если по работе, то там в любом случае есть залогиненное VPN, да, соединение, которое не даст ничего похитить, поэтому там все в порядке. Я соглашаюсь просто для того, чтобы мне не всплывали постоянно эти сообщения, особенно, когда они мешают прям, знаете, работать. Но вообще, потенциально, конечно, это не очень хорошо. Есть такой момент, что нет безопасности. А можно вопрос? Да. Протокол SSL используется для поднятия VPN до соединения? Нет, не только VPN. Это вообще протокол SSL используется для шифрования данных, то есть, чтобы передавались данные по безопасному каналу, так сказать. То есть, чтобы данные не в открытом виде, вот я, Саша Ломова, хочу зарегистрироваться, а чтобы они были бла-бла-бла-бла-бла-бла, 3-4, бла-бла-бла. Чтобы и распознать этот шифр, может только сам сертификат SSL, скажем так, метод шифрования, скажем, вот так. Поэтому это больше для безопасной передачи данных. Если мы почистим куки вообще всего браузера, это через настройки, когда мы там, там есть в настройках удаление куки всей истории. Тогда, да, мы удалим всех сайтов, но мы можем через аппликейшн чистить, и тогда это только касается этого ресурса, текущей вкладки, не какого-то стороннего. То есть вы не затрагиваете другие вкладки. Ну вот я почистила куки здесь через эту кнопку уже раз 50, но при этом из моего Google аккаунта меня не выбросило. То есть я все еще нахожусь, ну, как бы, вот моя презентация, мой Google аккаунт и меня не выбросило и не стерло мои пароли-логины. Так, как баг репорта всплывайки записывается? Баг репорт, в смысле, если там возникает какая-то проблема? Так пишется, что не записывается в куках параметр pop-up, там, true, например, при закрытии pop-up, да, или при закрытии модального окна и в шагах прописывать свои действия, там, открыть сайт, закрыть модульное окно, модальное окно и проверить наличие параметров в куках. Ну, как-то вот так. В принципе, ничего сверхъестественного. Да, для баг репортов можно снимать видео, для этого можно, опять-таки, использовать даже расширение по типу скрин-рекордеров всяких, но, честно, почему-то так случилось, что, ну, по крайней мере, там, где я работала, я не знаю, не могу отвечать за все компании, что разработчики жутко не любят эти видео. Ну, во-первых, если вы снимаете видео на какое-нибудь приложение, потом скачиваете это, например, в mp3 формате, в mp4, какой-нибудь в mvr, например, форматом и что-то такое, и прикрепляете к баг-репорту, я вас уверяю, что большинство разработчиков не ставили себе никакие видеопроигрыватели на Linux, ну, потому что в Linux нужно ставить, это же в Windows есть встроенные, а в Linux, по-моему, нет, или если есть, то там нужно его тоже как бы активировать, ну, короче, а они потом, когда видят видео, они жутко бесятся, что, блин, это тебе, чтобы еще твое видео просмотреть, мне нужно поставить как бы приложение, такие ситуации, когда действительно видео, ну, вот прям по-другому никак, ну, сложно описать, например, там проще записать видео, чтобы было видно результат, тогда это делается, но почему-то это делается в более редких случаях, нежели скриншот, ну, скриншот как-то быстрее, раз, фоткал, прикрепил и все, а видео ты пока запиши, пока потом сохрани, ну, как-то вот, как-то так. Да, если вот прям сложные шаги или какие-то там специфические результаты, что его не заскринишь, так или непонятно по скрину будет, тогда да, а если можно обойтись, то обходится. Но вы, пожалуйста, делайте, если вам как бы можно, интересно, если нашли интересный инструмент. Сейчас, в принципе, тоже есть такие инструменты, где видео размещается на облаке, вам в ответ приходит ссылка, вы просто ссылку прикрепляете на видео, это хотя бы более-менее для разработчика нормальным, что не нужно ничего ставить дополнительно, просто по ссылке перешел и увидел видео. Но если это прям вот прикрепляете видео, то это прям для них боль. Так, еще вопросы? Итак, сегодня мы с вами познакомились с такой темой, как HTTP протоколы, методы. И сегодня мы с вами стали уже действительно на путь того, что мы больше начинаем понимать работу наших приложений. и в частности научились их анализировать, вот эти запросы и ответы, через DevTool. То есть мы такую вот часть прошли. На следующем занятии мы будем разговаривать о сервере, об API, то есть будем работать непосредственно, писать запросы. Поэтому желательно к следующему занятию повторить методы, повторить, как, с чего состоит запрос, потому что мы будем уже их писать, чтобы вы понимали, что я делаю, чтобы для вас не было какой-то новой информации, потому что материал сложный, особенно для тех, кто раньше вообще об этом не слышал. Домашнее задание. Домашнее задание будет потестировать приложение, а точнее их будет несколько. Вообще их будет два, но еще есть третья дополнительно. Это для тех, кто хочет больше, скажем так, информации. Итак, основным приложением является вот такая форма Mist Group. Форма регистрации входа. Если мы нажмем на кнопку регистрации, то перейдем на форму как бы регистрации. Если перейдем на кнопочку войти, то перейдем на вход. Вам необходимо протестировать только вход и регистрацию, то есть только процесс. Не дальше, попадете в личный кабинет, не нужно дальше ничего тестировать, только вот эту часть. Когда вы попадете в личный кабинет, вам предложат ввести номер телефона. Не нужно ничего там вводить, то есть вы уже закончили процесс регистрации. Вам необходимо просто как бы проверить саму форму, скажем так. Причем проверяете ее в принципе и на функциональной, и на UI тестирование. Но особое внимание обращаем на консоль и нетворк. И по возможности, если вы находите соответствующие ошибки, оформляете в виде как бы баг-репорта в Jiru, все туда же, оформляете консольный и там 500, и 400, в общем, какие находите. Я, конечно, буду рада, чтобы вы именно больше консольные оформляли, потому что здесь как бы внешних тоже много, там съехала кнопочка и так далее, этого хватает, но меня больше интересует, чтобы вы потренировались именно с консольными ошибками. Требований нет в этой форме. Ну, то есть тут в принципе так все понятно в основном, как стандартная регистрация и вход в систему. Это основная часть домашнего задания. Также есть приложение Lose It. Это дополнительно. Здесь много консольных ошибок, поэтому те, кто не найдут ошибки на месте, могут не расстраиваться. Я потом покажу, где они находятся, но тем не менее, вы можете, чтобы потренироваться оформлять консольные ошибки, можете поискать их на этом приложении. Причем можете пройти именно авторизацию, ну, логин, там он у вас будет спрашивать вес, ваш рост, ну, в общем, это для потери веса, по-моему, приложение. То есть попробуйте поработать с ним. И опять-таки обнаруживаем консольные ошибки. Тут их много. И третье приложение, которое тоже является больше дополнительным, но вы тоже можете на него оформить баг-репорт. Это вот это, которое я сегодня показывала. Вот это приложение с генерацией страниц. К нему есть требования. Это более удобно. Да, эти баг-репорты оформляете в джире. Следующим образом. На форму регистрации задача тестирования MIST. Я опишу все в домашнем. Тестирование формы MIST. И к ней дочерними задачами крепите все баги. На lose-it, вот этот вот, можно просто баг-репорты заводить. Ну, то есть без прикрепления, но не забудьте прислать мне все их, то есть номера их. И на page-генератор там есть требования, поэтому мы тоже оформляем главную задачу по типу user story, либо просто какую-то задачу. Выбираем task, например, и тоже пишем тестирование page-генератор. Вот, page-generator. И тоже дочерними крепим. Таким образом, план минимум, хотя бы потестировать вот эту форму. План максимум, это потестировать эту, понаходить консольный хотя бы парочку ошибок в этом приложении и потестировать page-генератор. Там требования есть. Да, объемно, конечно, но вы должны понимать, что занятий всего восемь, поэтому вам за восемь занятий нужно стать мега-специалистом, поэтому надо работать. Все равно это интереснее, чем учить термины. Ну да, это хоть какая-то уже практика. Конечно, я буду рада, если вы не забудете про чек-листы. Поэтому чек-листы никуда не деваются. Пробуем, да, то есть я не заставляю вас писать чек-листы, но вы помните, что по-хорошему они должны быть. И чтобы самому не запутаться, лучше их написать. И тоже присылайте, если вам удобно так. Оформили чек-лист, прислали там бак-репорты, свои ссылки на бак-репорты в чек-листе, которые нашли. и уже все замечательно. Да, там в класс-роме можно направлять несколько ссылок. Ребят, я, честно говоря, просто вам не могу показать, потому что у меня преподавательский аккаунт. Но, по-моему, в видео, которое про как задать домашний занят Google Classroom, там видно это, если я не ошибаюсь. Но, может быть и нет. Потому что одно, потом второе, третье. Да. Чек-листы, ну да, на лузы тут нечего особо, если честно, ну, чтобы вы сильно не морочились. А вот, наверное, на пейдж-генератор вообще было бы круто. Ну и, собственно, на мисс-групп. Только чек-листы. Скажите, спасибо, что я еще тест-кейсы не заставила вас писать. Ладно. Хорошо. Спасибо. Да, у меня все на сегодня. Если у вас есть вопросы, могу еще ответить. Так, хорошо. Тогда переварите эту информацию, которую получили. И до следующего занятия. Спасибо вам большое. Хорошего вечера.